Вау! Функциональная тема? Я такие дженерики писал, ты с ней представляешь, там тут жо, там такие. Мой дженерик побольше, чем у некоторых. Дал господь функтор, даст эндофунктор. Какой порог входа в Си? В Си простейший язык. Я реально пишу код на Си, который реально запускается в продакшене у людей, и я этого не стесняюсь. Акамл не умер. Мобильное приложение фейсбук-мессенджера было написано на Reason ML, который является диалектом Акамля. Все, что в Расте любят, это все сперто из Акамла. Айтишечка надо? Дмитрий Коваленко. Привет. Привет. Сколько мы тоже? Часов шесть, да? Я не знаю, целый день уже. Ну ничего, для хорошего контента не жалко. Давай я тебе представлю сначала, как я нагуглил. Почему-то я тебя хотел назвать программистом из Сан-Франциско, как мы уже выяснили, нет. Ну я бываю в Сан-Франциско часто, да, бываю. Во-первых, надо сказать, что не тот программист из Сан-Франциско, про который спросят в комментариях. Там есть один блогер, достаточно странный чувак. Расскажи, почему я подумал, что ты из Сан-Франциско. Ну дело в том, что я работаю такой, знаешь, прям жестко, силиконовален, как это сказать правильно, кремниеводолиновном стартапе, вот прям в таком вот стереотипном, вот все, что можно придумать про стереотипный стартап из Кремниевой долины, это я работаю в такой компании. Так, у вас есть там Ричард Хендрикс? Нет. Все? Это единственный стереотип? Нет, ну как бы... Ну гараж у вас есть? Гараж есть, да. Серьезно? Да, действительно, они работали в какое-то время вдвоем в гараже, кофаундеры компании. То есть, ну почему? Потому что это кофаундеры с Теслы, кофаундеры с Гугла, они встретились, у них была гениальная идея. Они сидели в гараже, пилили первый свой продукт, наняли меня, подняли огромные инвестиции, и сейчас у нас классный-классный продукт. А, light source? Light source, да. Хорошо, но тем не менее, Силиконовая долина стартап, у тебя на аватарке, ты в Твиттере популярен достаточно, и у тебя на аватарке в Твиттере мост этот Сан-Франциско. Да, он мне просто нравится. По всем параметрам чувака Сан-Франциско. У меня в Линкедене написано, я живу, Дюссельдорф, Германия. Дюссельдорф. То есть, ты в Германии? Да, я в Германии живу. Но работаешь на стартап из Сан-Франциско. Да, так получилось. Хорошо. Следующее, что я отметил для себя, то, что... Это забавно, кстати, просто фраза мне понравилась. Ты в одном из докладов сказал, что у тебя синдром утенка, потому что ты посчитал Акамл своей мамой. Можешь объяснить. Да? Нет, ну просто, на самом деле, дело в том, что случилось так, что у меня было больное детство с точки зрения языков программирования. И как-то так случилось, что Акамл стал таким мостиком, да? Я просто, ну, как ты... Вот я писал на Basic, потом я писал на .NET стеке, который мне, ну, по своим причинам не очень нравился. На функциональном стеке, да? Нет, на C-Sharp я писал. Ну, в Sharp тоже я использовал, но это было, да, я начинал со вшарпа, потом я писал очень долго на JavaScript, и вот JavaScript, точнее Flow, который типизатор JavaScript, он меня привел в Акамл, и вот мне прям, я прям увидел, вот, мне прям что-то щелкнуло в голове, я прям увидел, что вот это прям интересно и классно, и это вот меня привело туда, где я сейчас. Я сейчас пишу в основном на Rusty, вопрос, почему ты меня позвал, я пишу в основном на Rusty, но я что-то писал долго на Акамле, вот. Пишу на Rusty, на C, вот, и на Акамле. К вопросу, почему я тебя позвал, мы уже обсуждали, но я для записи тоже повторю, и это одно из тех направлений, по которым тебя знают. Ты в опенсорсе нормально так развиваешься, у тебя есть несколько популярных библиотек, я через одну из таких библиотек я на тебя и вышел. Я уже не помню, то ли Вастрик, то ли Тонский, короче, я искал Тулзу, которая поможет мне найти все устройства на BLE, которые есть рядом, потому что я в какой-то момент купил себе Flipper Zero, такое устройство для типа хакинга, и мне чуваки в Твиттере говорят, так вон же есть. Классная тебе библиотечка, терминаль, через которую можно все красиво делать. Я залез, смотрю, ага, прикольно, смотрю, о, так, Дмитрий, наверное, кто-то из Нашинских, залез, смотрю, Акамл, так, все, сложилось, надо писать. А потом еще в Твиттер залез, смотрю, я аватарка знакомая, ну, короче, все свои. Ну, класс, ну, да, кумовство. Ну, да, так у нас-то все работает. Дальше хочу отметить, что ты крутой спикер. И, нет, на самом деле, я посмотрел твой доклад под названием The Art of Programming Video with Rust, и, ну, у тебя офигенно получается на английском держать аудиторию, типа, прям. Ну, приятно, спасибо, я стараюсь. Я прям редко такое встречаю. Ну, в смысле, такое есть, но красавчик, я тоже так хочу. Да, ну, окей, спасибо. Научи, пожалуйста, как-нибудь. С удовольствием, ну, курсу английского я не даю, но это просто, мне нравится разговаривать, да, доклады делать, поэтому просто, как бы, не знаю, я запариваюсь над качеством, наверное, просто докладов, потому что люди обычно что-то там за 2 секунды, меня поражают на конференциях, часто, знаешь, темплейтед слайдиков. Недавно выступал на конференции про ВОЗМ в Испании, и там темплейтик для слайдов скинули за 24 часа до начала конференции. Половина спикеров использовали этот темплейт. Понятное дело, сколько люди потратили на презентацию, да, то есть, как бы, тут, наверное, ключ это просто подготовиться, да, по-человечески. Если ты подготовлен, значит, ты... Не, ну, ты еще аудиторию хорошо держишь, у тебя классная импровизация получается, это, ну, типа, это прям респект. Ну, спасибо большое. Про доклад про ВОЗМ, я тоже его хотел посмотреть, но у тебя на сайте почему-то там заглушка с собачкой. Потому что это было, его еще нет на Ютубе. А, все, это просто прикол. Нет, ну, как бы, нет доклада, и там написано, что, типа, если нет, если вы все-таки хотите что-то посмотреть, вот самоед. Окей, я про... Прикол. Я просто люблю ВОЗМ, думаю, так, сейчас посмотрим про ВОЗМ. О, прикольно. Ну, это все тоже тема, только тот же фреймворк, над которым я работаю, просто там на ВОЗМе тоже... На Расте? Да, на Расте, то есть там DevTools для этого фреймворка, они работают через ВОЗМ. И там я рассказываю о том, как я медиа подгружаю. Ну, ладно. Вообще, ждут, но это тоже в ВОЗМ конкретно заходят. У нас там есть фреймворк, Blazor называется. Да, это, наверное, с этим, с GC Proposal, да, который Garbage Collector в ВОЗМ заводится. Да, там много языков сейчас заходит. Kotlin, вот прям они прям ждут. А Camel, кстати. Blazor уже года 4 как существует, и уже даже до продакшена почти дошел. Ну, у нас тема выпуска Camel, и Camel это вообще один из первых языков, который реально начал компилироваться в ВОЗМ. Потому что FP-комьюнити, оно просто ждет того момента, когда оно засунет свою FP, там, щупальца, да, в браузер. И Camel, он на самом деле, у него довольно приятный компилятор, и его очень часто портируют. И вот Camel, он очень давно компилируется в ВОЗМ, и Camel-овские команды, она очень сильно педалирует вот этот Proposal GC, который позволит, ну, Garbage Collector использовать. Потому что сейчас, чтобы Camel скомпилировать в ВОЗМ, тебе нужно целый рантайм туда засунуть, Garbage Collector, ну, можно. Проще JavaScript скомпилировать. Как ты вообще на вас смотришь? Что думаешь про него? Будет ли он когда-то конкуренцию составлять на самом деле JavaScript? Ну, знаешь, я вот на конференцию эту приехал, там было забавно, потому что все спикеры хотели про ВОЗМ на сервере. Ты когда-нибудь слышал про ВОЗМ на сервере? Ну, да-да, Blazor, он может работать... А, нет, подожди. Это прям ВОЗМ на сервере? Это прям люди запускают ВОЗМ на сервере. Я понятия не имею. Они хотят, типа, типа, мы пишем кросс... Ну, то есть, вот там был Nginx, типа, мы хотим на Nginx возможность писать плагинчики на любом языке, и мы, типа, плагинчики эти запускаем у себя на сервере. Есть люди, которые там прям целые клауды делают. Но я, честно говоря, в это не особо верю. Я просто, скажем так, отношусь к ВОЗМ как к очень хорошей штуке, чтобы засунуть нативный код в браузер и как-то ускорить. Это прикольно, это приятно. Ну, вот я так использую. То есть, ты смотришь на это как на возможность перформанс повысить? Ну, да. Я просто использую это так. Ну, и, например, вот для этого фреймворка Rust, просто ты код пишешь на Rust, и я могу этот код запустить в браузер и что-то адресовать. Это очень удобно. Да, вполне. И шаринг кода между бэкэндами, фронтэндами. Да, на работе мы тоже очень много для этого используем. Да, кстати, из твоего доклада про программирование UIF на Rust, ну, UIF, видео, да, хотя там про UI было, я узнал, что Adobe After Effects запускает плагин на JavaScript, я очень офигел. Да, это действительно так. На JavaScript. Ну, выстрелили в ногу. Окей. Ладно, ладно, я не наблюдаю JavaScript. Ну, кстати, вас, почему нет, вот конкретно в Adobe After Effects, засуньте вас вместо JavaScript, там, predictable, да, модель. Я думаю, после нашего выпуска. Обязательно. Обязательно сделают. Любитель Rust и Акамла, я не знаю, кстати, почему я тут это написал, у тебя в Твиттере, по-моему, написано, что ты что-то там с сишечкой делаешь, а еще с Rust и Акамлом. Да, я... Помнишь дословную формулировку, что там написано? Нет, я... не помню, короче, что я... А я сейчас помню. Shipping Rust и Акамла, it's in C, наверное, да, то что... Shipping C and cooking Rust with Акамла. Ага, да. Объясни, что это значит. Боже. Ну, короче, имеется в виду... По фактам. По фактам я реально пишу код на C, который реально запускается в продакшене у людей на машинах, и я этого не стесняюсь. То есть ты еще и C-шник получается. Ну, я пишу код на C, но я не C-шник, но я пишу код на C, да. Но не плюсовик. Не плюсовик. Слава, у меня с плюсовиками в последнее время что-то совсем не везет. Указатели на голове, да? Блин! Слушай, я почему-то не думал про это. Кто понял, тот понял. Указатели на голове. Lead Software Engineer компании Light Source. Да, опять это веселая тема. Почему веселая? Ну, потому что я присоединился, я, короче, первый employee компании, первый разработчик после кофаундеров. И у меня в оффере написано «Лид Software Engineer». Ну, получается, кофаундеров лидил. Не, ну просто... Сео-сео. Отличный лид. Честно говоря, я скорее просто Software Engineer. Ну, не знаю, сеньер. Просто сложно сказать в продуктовых компаниях сеньер. Ну, как бы я просто себе сижу, пишу код. А сейчас у вас команда большая? Пятнадцать, наверное. Расскажи, чем вы там занимаетесь вообще? Если можно. Да, можно, можно, конечно. Короче, у нас LightSource.ai, типа, мы этот домен купили до всей вот этой вот штуки с LLM-ками. И потом очень... Ладно, это, наверное, очень плохо звучит. Очень долго думали, как бы пристроить этот домен, чтобы это как-то соответствовать действительности. Ладно. Короче, это большая supply chain платформа. То есть, типа... Что такое supply chain сразу? Supply chain, ну, типа, вот я, например, Tesla, и я хочу себе руль. Я не делаю руль с нуля. Я, скорее всего, руль заказываю у каких-то производителей. Есть там General Motors, чего угодно. И вот, чтобы заказать этот руль, нужно, во-первых, найти тех, кто подрядчиков. Кто его сделает, кто его разработает, кто его доставит. Выбрать, сравнить цены. И, собственно говоря, подписать контракт, следить за выполнением этого контракта. И вот, собственно, это платформа для всего этого. Собственно, все из того, что интересно, она вся написана на Rusty. То есть, там backend весь написан на Rusty, и frontend тоже местами написан на Rusty. То есть, это получается что-то типа, я не знаю, не CMS, контент-менеджмент-система для supply chain? Скорее как Salesforce для supply chain. Просто пытаюсь понять, инженерная задача в этом проекте какая? Это просто сделать сайт, на котором можно там выбрать товар и заказать, положить базу? Да. Ну, нет, на самом деле, просто, честно говоря, вот у нас команда... То есть, прикол в том, что ты наймешь инженера, он тебе найдет, какую задачу решить. Да, то есть, там можно придумать что угодно. То есть, люди любят темплей... То есть, как бы Excel-ку. Вот эти все люди из прокюрмента, которые закупки, они очень любят Excel-ки. И они очень любят прям именно Excel-ечки. Там прям какие-то формулы страшные делать, темплейты создавать. И вот сделать там стандартный один из языков, то есть, прям описать формальный язык темплейтов именно для supply chain, а стандартизировать его. Вот мы, например, таким тоже прикольным занимаемся, чтобы... Прям язык? Да. Типа DSL-ка какая-то? Это типа DSL-ка внутри, но просто она позволяет тебе красиво описать. То есть, для этого мы используем UI, потому что люди кликают кнопочками, но мы прям сделали такую гибкую-гибкую систему для того, чтобы темплейтить, удобно было создавать, отправлять заказчикам. То есть, там интересные вещи есть, такие как загрузка файлов. У нас там целая система с обменными файлами, с permission, NDA, вот за все, короче. То есть, это прям большое количество кода, во-первых. Во-вторых, это все довольно эффективно работает на Rust. Ну, то есть, такое. Почему Rust? Хороший вопрос. Потому что наш CTO любит Rust. Отлично. Это отличный аргумент, мне нравится. Я, честно говоря, сам не знаю, почему. Ну, нет, нет, фактических объяснений. Язык приятный. Язык очень приятный. И для тех вещей, для которых мы его используем, его, может, и не нужно использовать. Но почему нет? То есть, бэкэнд у вас на Rust, а фронтэнд на... Rust и TypeScript и Rust. Ну, Rust через Rust и TypeScript. Отлично, отлично. Хорошо, спасибо. Нет, это был разогрев. Давай, как обычно, в начале немножко расскажи про свой жизненный опыт. Где родился, где учился? Родился в Украине, в городе Харьков, да, который сейчас под обстрелами находится, к сожалению. Где учился? Учился в школе. Учился у людей классных. Дело в том, что у меня брат мой, он прям ученый. То есть, он прям по жизни ученый. И он прям ученый-ученый. Он PhD по физике. И Олег Кудас. И он сейчас живет в Японии, работает над квантовыми компьютерами. Короче, умный чувак. Вот он всю жизнь делал какие-то замудренные вещи. То на Делфи напишет какую-то систему, что там, викторину какую-то для школы, которую потом все использовали. То он там игру про марсоход написал и поехал, выиграл в Одессе какую-то премию. Вот, короче, и у нас была такая тоже классная книжка «Основы компьютерной грамотности». Такая желтая книжка с 2000 какого-то там первого, не знаю какого года, с примерами на Бэйсике. Вот я прям на Делфи писал, на Бэйсике просто в детстве писал. Потом у меня был очень хороший друг. Мой лучший тоже, Максим, привет тебе. Я думаю, ты будешь смотреть это. Вот так вот. Который тоже был программистом. И он уже был таким прям программистом-программистом. Он старше меня. И ближе к окончанию школы он мне прям начал промывать мозги программированием. И я пошел учиться на компьютер-сайенс. То есть прям в Украине. Да, в политех наш. И так получилось, что я пошел туда. Мне друг очень много рассказывал. Он писал на Android, но он был почему-то большим фанатом Дотнета. Вот я прям тогда прочитал CLR via C-Sharp, вообще ничего не зная про... Библия. Да, я... Вообще не зная про программист? Вообще ничего не зная. Я начал программировать. Что ты оттуда понял? Ничего, абсолютно. Абсолютно ничего не понял. Понял, что что-то он вообще не знает, как учить людей. Пошел читать курс какой-то. Там был такой сайт на русском языке с туторием. Такой бежевый. Я его даже искал. Я не смог найти. Мета... Какой-то мета... Метархия. Метанит, да. Метанит. Метанит компом. Или друг. Вот что-то да такое. Вот я на нем начал читать. Там я делал какие-то приложенечки под винду. И у нас в ХПИ было... Короче, ректор, который был в ХПИ, там он за все это отвечал. Он пропихивал систему дуального образования. То есть у тебя прямо на третьем курсе был практика полгода. Ты просто идешь, работаешь. На третьем курсе, при том, что ты учился пять, да? Или четыре? Четыре. Четыре. Да. И у тебя прям практика, прям полгода. И компании прям даже хайрили людей. Ну, точнее, не то, что хайрили. Просто ты мог пойти работать, и реально люди шли работать. У нас там был парень, который прям пошел работать. И прям перестал ходить. И прям уехал. Прям в турне. Забил общий университет. Вообще, да. Прям начал работать. И так оказалось, что к тому времени у моего друга, который мне селер в СШП посоветовал, уже была своя аутсорс-компания. Это, конечно, веселейшая история. Сейчас вспоминать прям весело. То есть это прям, знаешь, три кофаундера сидят, такие три мужика сидят, и пять студентов сделают заказы по 100 долларов на опорке. Но это было очень интересно, потому что я написал тогда свой первый код. Ну, то я тогда на СШП я писал, и прям свой первый настоящий продакшн-код. И они мне, соответственно, помогли сделать эту практику, оформить. Я тогда деньги никакие не получал за это, но мы сидели, кайфовали, чилили. Я что-то даже подписывал код. Это ты третий курсник, получается? Да. Ты на третьем курсе уже уверенно себя чувствовал в программировании? Нет. При том, что университет Computer Science... Как университет программерский? Как ты можешь оценить, как вам давали тогда это программирование в целом? Плохо. Все, что я помню из преподаваний первых именно программирования, да, это был очень весело. Человек произносил Strauss-Trupp. Strauss-Trupp? Strauss-Trupp. 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 Там, да, три точки, посчитайте площадь фигуры. Ну, здравствуйте. Я хочу писать, там, Amazon. Ну, базу, Computer Science. Да, ну, просто я, ну, честно говоря, я не знаю, почему. Мне сейчас очень интересно копаться в лоуловых деталях. Тогда мне казалось, что это как-то не нужно, что ли. Вот. И я, собственно говоря, когда я начал сам разбираться, когда я начал, я помню, первый там аудиоплеер я для себя сделал на Дотнете. Там есть an audio core. И вот там прям я его форкнул. Прям было вот прям очень интересно. Там был такой проект имплейта. Прям очень красивый на WPF приложенечка под винду. Я прям там слушал музыку. Я очень люблю аудиовизуализацию. Я не знаю, почему никто не любит аудиовизуализацию, а я люблю, когда что-то дрыгается под музыку. Мы на Винампе выросли, у нас это полдетства. Да, и я вот прям, я кайфовал от этого. И, собственно говоря, начал, ну, да, делать всякие программы. Меня это заинтересовало. Пошел к своему другу. Они мне отказались платить деньги. Я пошел в свою первую компанию, прошел собеседование, начал там работать, собственно, на третьем курсе. И уже, собственно говоря, проучился. Четыре курса я ушел, ну, собственно, да, закончил, и все. То есть, можно сказать, что ты программистом стал таким полноценным, коммерческим, где-то на четвертом курсе? Да. Получается так. Получается лет 20 опыта. Не поменьше. В какой момент ты в Дотнет приходишь? Да, да. А Дотнет я еще переучился, потому что я ничего не знал про вот эти SP Дотнеты страшные. Я еще и учил вот эти все MVC-шки страшные. Мне я писал переложенечки WPF. Сейчас все сильно, все то же самое, короче. Ну, да. Такой же зоопарк. В какой момент тебя уносит из Дотнета что-то более функциональное? Хороший вопрос. Я не понял этого момента. Ну, естественно, это аутсорс. Это аутсорс. И мы писали, естественно, как все пишут это в бэкэнд на C-шарпе, да, и какой-то фронтенд. И вот как-то так получилось, что я был самым молодым джуном в компании, и никто, в Дотнет-отделе никто не хотел писать этот джаваскрипт. А я был не против. Я, собственно, начал писать много джаваскрипта. К тому моменту начал популяризироваться React. И он прям был таким хайповым. Сейчас его не любят. А тогда вот прям все такие, вау, функциональная тема. Вау, и мутабельные переменные. Это еще AngularJS был. И вот был React. То есть не было второго Angular. И вот я этот React выучил специально для работы. Я еще, по-моему, на React писал свою дипломную работу, потому что у нас можно было выбрать тему. И я выбрал себе тему, говорю, хочу написать. Музыкальный плеер на React. И я написал фронтенд для саундклауда на React. И даже сейчас он работает там. Он назывался Kowa, как и мой плеер. Kowa.hiroku.apps, по-моему. И, по-моему, до сих пор этот хостинг работает. А Kowa.hiroku. Уже умер. Вот я слушал музыку теперь там, на сайте. А что значит фронтенд для саундклауда? У них есть опишка? Да, у них была опишка, и она была бесплатная. Я просто брал опишечку и просто сделал плеер. А Камал в какой момент у тебя появляется в жизни? Вот, собственно говоря, я начинаю писать на React. А React это... Ну, я пришел из C-Sharp, мне нравятся типы. React как-то... Ну, PropTypes'ы были тогда не очень весело. Был TypeScript и был Flow. И мне почему-то Flow больше понравился тогда, чем TypeScript. Хотя... Странно. Дотнетчики обычно всегда выбирают TypeScript. Не знаю. Но TypeScript же, он был создан, насколько я помню, одна из целей пересадить бакенщиков на фронтенд через типизацию. Ну, да. Даже Microsoft. Да, похоже на то. Не знаю, зачем мы его создали. Будьте не прокляты. Ну, да ладно. Нет, я просто... Как бы Flow был очень интересен. Да, то есть там был вот этот вывод типов. Он был более sound. Там все такие были классно, надежно, здорово. И он был написан на Камле. А в то время у меня... Я помню, у меня в Performance... Короче, review был этот... Выучить какой-то язык программирования. И я такой, выучу F-Sharp. И что-то у меня с F-Sharp не задалось. А потом... А с Акамлом задалось. И я как-то вот прям в один момент начал что-то делать для Акамли. Что-то стало интересно. К тому моменту я уже был программистом. И вот тот мой друг, у которого была аутсорс-компания, он уже ушел из той аутсорс-компании и сделал свою аутсорс-компанию. Короче, это были веселые времена в Украине. У каждого второго была аутсорс-компания. И вот мы начали делать вместе с ним... И я помогал ему тоже делать проекты просто на сайде. И вот, собственно говоря, тоже как-то втянулся в эту тему, попробовал Акамлу в реальную жизнь. Подожди, но Flow используется для того, чтобы привнести типы в JavaScript. Да, но Flow написано Акамле. То есть ты просто полез вот настолько внутрь, посмотреть, как Flow работает, увидел Акамлу. Ну как бы просто Flow, он же вдохновлен Акамлем. То есть вывод типов Хинли Милнера, которая там не до конца имплементирована, но он вдохновлен этим всем. И было интересно посмотреть, как это используется. Я увидел там Акамл, и я где-то слышал. То есть я, понимаешь, это все на таком... Ну я слышал, что Акамл это классный, быстрый, классный язык. Я даже не помню от кого. Возможно, от докладов Климова даже. Внезапно. Да, возможно, вот так вот история. Выпуск у нас есть, Илья. Илья, привет. Да, вот. И он там, по-моему, говорил, что Акамл такой классный язык одним этим. И я вот как-то увидел этот Акамл и такой, что не попробовать. Попробовал. Интересно. Так, ну хорошо. Раст тоже, надо тоже поговорить, как Раст появился. То есть я так понимаю, что у тебя в истории Акамл, он как будто бы твой любимый пет-язык. Да, да, так получилось. А в какой момент приходит Раст? Я, короче, ну вот моя работа, которую вот я рекламировал пару минут назад, мне приходит письмо счастья на e-mail, которое я давно ждал. Дмитрий, меня зовут там Спенсер, я работал в Тесла, тут мой кофаундер. И да, он работал в Гугле. Мы увидели твой классный опенсорс, и мы хотим пригласить тебя для того, чтобы делать классный проект. Я такой, вау, давайте я к вам приду, попробуюсь, посмотрю, что вы делаете. А они пишут код на Расте. Ну вот я начал писать код на Расте, и просто вот я пришел туда и начал писать код на Расте. А опенсорс они твой увидели, наверное, какой-нибудь Blender на Расте? Нет, Blender, это вообще, это появилось вот недавно, это я летом написал, когда я с IoT-устройствами баловался. А нет, это был Material UI, то есть они себе искали, то есть как, у них был чувак, который C++ бэкэнд на Расте писал, они себе искали, как они тогда говорили, SEO о фронтенд. И вот типа то, что я писал Material UI, то, что я Cypress писал, то есть тестирование разбирался, плюс Adif тогда уже был, то есть какое-то понимание нативных языков, это вот та библиотечка, которая моя самая. Нет, да, да, я просто пытаюсь понять, ты прям contributal Material UI? Я прям жил, да, мне прям платили деньги Material UI, это фреймворк, да. Блин, это популярный фреймворк, очень популярный. Это большой популярный фреймворк, и работая в аутсорсе, я написал для своего проекта дейтпикеры, для Material UI, потому что был Material UI V0, у него были дейтпикеры встроенные, а в V1 они не хотели поддерживать эти дейтпикеры, и так получилось, что мы использовали Material UI V0, а мне очень хотелось V1, но нам очень нужны были дейтпикеры, потому что весь проект держался на этих гребаных дейтпикерах. Я за пару выходных написал эти дейтпикеры, так как нам надо было, и начал их поддерживать, поддерживал их довольно долго, потом я ушел из этой компании в Cypress, это фреймворк для тестирования тоже опенсорсный, там работал какое-то время, contributal тоже в Cypress, но это я там был как employee скорее. Потом у меня были проблемы со здоровьем небольшие, то есть я не мог просто фулл-тайм работать, я уволился, и Material UI, они ко мне прям пришли и говорили, давай ты будешь работать на нас, и мы тебя будем финансово поддерживать, вот там прям с Open Collective, и во мне прям переводили деньги. Офигеть. Так ты, блин, мощнявый получается Open Source разработчик из Cypress, и Material UI. Так что в Material UI я три месяца делал три долбанных React-компонента, три, я работал на тремя компонентах, ну, правда, я еще катрибютил куда-то, но я прям, ну, я чуть с ума не сошел, ей-богу, ну, это просто, ну, это невозможно. Сейчас уже не поддерживаешь с ними Open Source отношения? Я просто не могу уже, я видеть не хочу эти компоненты. Си в твоей карьере тоже был, получается. Да, то есть, короче, так... Ну, просто переход из Си в Rust, он вроде как понятен. Да. Но недалеко от другого сбежал. У меня они пошли вместе. Короче, так получилось, что я вот те вещи, которые писал на Акамле, они у меня... Короче, Акамел такой интересный язык, у него не очень много тулинга написано. То есть не тулинга. Тулинг, кстати, хороший, ошибся. Нет библиотек нормального. И если ты хочешь писать на Акамле, у Акамла есть прекрасный FFIS-Си, и если ты хочешь, например, там, картиночки задекодить эффективно, есть у тебя библиотека 98-го года, которая пару раз буфер картиночки копирует, чтобы просто ее задекодить, а можно написать легковесные сишные биндинги. И вызывать его прямо из Акамла. И вызывать из Акамла, да. И так как Акамл прям хорошо, то есть Акамла рантайм тоже на Си написан, ну, то есть там прям очень хорошо это работает, и многие вещи, которых просто не было, которые нужны были, я просто писал на Си. И вот так получилось, что я прям вот этот Сишный код, я прям проникся в какой-то момент Си, я такой, Си, это же тема, так же лоу-левельно можно все это делать. Я прям понравилось мне, и я там начал вот FFMP, который либо AV, то есть туда тоже я пару патчей посылал, было интересно, да, поразбираться. В FFMP? В либо AV, который за FFMP стоит, да. Офигеть. Кстати, там вообще интересная тема, они же не используют ни GitHub, ничего, у них все имейлами патчи посылают. Серьезно? Да, до сих пор. И я тебе так скажу, я вот когда делал это, мне прям показалось, что это более правильный подход для использования GitHub, потому что pull-requests, особенно вот то, что сейчас творится с этими стаками pull-requests, ну, это просто какой-то чушь. Я не помню, как зовут создателей FFMP? Майкл, по-моему, как? У него с фамилиями, с именами. Он просто недавно, по-моему, еще прикольную библиотечку выпустил для подключения LLM-ок. Апишка над LLM-ками, дженерализированная. Я просто оттуда узнал, что этот чувак еще FFMP написал. Он еще и написал этот QuickJS, который супермаленький движок JavaScript, то есть там очень интересные коды в FFMP и в QuickJS, а все в одном файлике прям, ну, красота. Если ты являешься руководителем разработчиков, менеджер, продукт, тимлид, техлид, то это небольшая порция информации для тебя. Все остальные могут спокойно проходить по тайм-коду и слушать дальше про Акаму. Так вот, если ты управляешь разработчиками, то у меня есть для тебя отличное предложение. Как ты наверняка знаешь, а может не знаешь, три месяца назад я запустил клуб «Эволюция кода». Это закрытый Telegram-клуб, в котором уже более 160 разработчиков прокачивают свои навыки в бусте своей продуктивности с помощью иайтлзов, а также в использовании иайтлзов в работе. Отзывы, на самом деле, очень крутые. С каждым новым воркшопом, с каждым новым обучающим видео я получаю отзывы от инженеров о том, что они действительно рады, что узнали об этой итлзовине, они повысили продуктивность, им стало интереснее писать код, они стали писать код быстрее. И отсюда, из этих положительных отзывов, я подумал, что, блин, в компаниях менеджеры заказывают разработчикам бесполезные подписки на сервисы, которые они не используют. Например, на тот же Copilot, который на самом-то деле устарел уже давным-давно. Либо на какие-нибудь вообще древние вещи. И разработчиков, естественным образом, от этого мутит, потому что они используют, во-первых, устаревшие инструменты, которые насаживает им компания, во-вторых, у них нету комьюнити, в котором они бы могли обсудить, как этими инструментами эффективнее всего пользоваться, да и вообще, как пользоваться им, как внедрять его в проекты. Поэтому у меня в голове созрело идеальное предложение. Перестаньте покупать бесполезные подписки своим разработчикам, придите ко мне в Telegram и купите им подписку на эволюцию кода. Я вас уверяю, что это будет намного более полезно, чем всучить им в руки очередной инструмент, которым они не будут пользоваться. В эволюцию кода у нас каждую неделю активности, воркшопы, интервью с лидерами индустрии, обучающие материалы, созвоны, которые показывают, куда движется сфера. Например, по курсору мы сделали воркшоп еще за месяц до того, как начал свесить хайп вокруг курсора. Кроме того, каждую неделю я делаю новостные обзоры, которые непосредственно связаны с разработкой и с применением AI, поэтому ваши разработчики будут еще и шарить в том, что происходит вокруг. Вин-вин со всех сторон. Разработчик рад, разработчик более продуктивен, разработчик понимает, как использовать инструменты, разработчик выглядит более презентабельно и вкусно в глазах ваших клиентов. С вас снимается тот гемор, который сейчас практически у каждого менеджера есть, потому что наверняка вас пушат, чтобы ваши разработчики использовали AI. Все сейчас хотят эту AI-трансформацию, но никто не знает, как ее делать. Вот он. Вот он путь для AI-трансформации вашего коллектива. Подписка на эволюцию кода. Поэтому и вы тоже будете довольны, поскольку начальство увидит, как разработчики в вашей команде начали более продуктивно работать с помощью AI. И в этом вам поможет эволюция кода. Так что, если предложение вас заинтересовало, то в описании мой телеграм и e-mail пишите мне. Обсудим с вами все детали. Сколько это стоит, как это оформить, насколько это оформить, насколько разработчиков, длительность. И, в принципе, все любые вопросы, которые вас интересуют, можно будет там задать. Расскажу вам, как работает клуб, покажу вам, какой контент уже есть и покажу, какой импакт этот клуб уже принес тем ребятам, которые в него вступили. И таким образом мы будем полезны друг другу, а также сделаем мир разработки еще более продуктивным и приятным. Ну, а мы продолжаем смотреть выпуск про Camel. Погнали! Давай тогда двигать про сам Camel, про то, про что мы сегодня собирались поговорить. Давно не было выпуска про языки программирования. Попробуем сделать хорошо. Окей, попробуем. Первый самый вопрос. Почему про Camel знают так мало? Или это мой какой-то байас? Но про него все-таки знают. Потому что про некоторые языки в принципе ничего не знают. Ну, например. Ну, Standard ML. Ты слышал когда-нибудь? Standard ML? Да. Ну, я слышал про ML, который Camel взял. Хорошо. Но я про него слышал только когда готовился к нашему интервью. Да, на нем никто не пишет. Там язык Один, к примеру. Никто про них не пишет. Очень много языков умирают. А Camel не умер. Окей. И на Акамле написано много-много софта, которые люди используют. Это хорошо. То есть, понятное дело, что это не мейнстримный язык программирования. Это не JavaScript, это не Python, это ничего такого. Ну, это... Ну, в целом, да. Если так подумать, можно его отнести даже к популярным языкам из всех. Ну, да. То есть, как бы, просто это... Он менее популярный, чем остальные, но про него все-таки слышали. Из прикольного при подготовке я узнал, что Camel на самом деле достаточно старый язык. Он, получается, даже постарше Дутнета будет. США Дутнет, когда там 2000-х, по-моему, сейчас меня там по голове наскучат. Он ровесник JavaScript. Прям ровесник. Прям один год. Одногодки. 96-й год. Да. Чуть-чуть про историю. Как язык появлялся? Зачем его делали? Короче, язык... Зачем делали? Я не знаю, не общался с теми французами, которые делали, но делали французы в университете, Computer Science университет в Париже, и два человека, по-моему, делали язык программирования. Они взяли ML, то есть, как бы, все вот эти языки, которые заканчивались... Machine Learning. Это язык программирования ML. Да, это язык программирования ML, который либо... Слушай, я вот не помню. Либо сделал Хинли Миллер, либо в честь него названо. Либо... Ну, короче, вот это Миллер, да, типа вот оттуда, по-моему, пошло. Или... Нет, или это мета-language. Слушай, короче... Ну, нам напишут комментарии. Да, не важно. Не важно. Вот. И они все диалекты этого языка. То есть, прям много диалектов. И Haskell тоже в какой-то степени. Тоже диалект. Ладно, не буду говорить, а то сейчас Haskell-листы набросятся. И вот они сделали диалект Objective Camel, тогда назывались, который был... Диалект, который добавлял в Camel, которого не существует, который был тоже внутренней разработкой языка, объектно-ориентированное программирование, которое было веселее тогда, на популярности. Вот. Ну, и сделали как-то, ну, как говорит Википедия, для того, чтобы был быстрый, эффективный, строго типизированный, язык с функциональным и объектно-ориентированным стилем. То есть, это еще мультипарадигменный. Да, он прям мультипарадигменный. Ну, все прям как в C-Sharp. Ну, да. Только без множественного наследования. Ага. Да. Без множественного наследования. Так в C-Sharp у нас тоже что-то такое себе. Типа через интерфейсы. Не знаю, может быть. Ну, я не знаю, зачем я это вспомню. Ладно, я сейчас закапываюсь. Я давно не писал продакшн-код. OCaml. OCaml. Получается верблюд. У вас на логотипе верблюд. Верблюд, да. Это, кстати, прикольно, потому что есть какой-то, да, маскот, потому что вот часто, да, сейчас Нода придумала себе маскот веселый черепаху. Я вообще не понимаю прикол с этими маскотами. И с Нодой, кстати, примерно, ну, камон, черепаха это трутой с гид. Все же знают. Ну, почему нет? Ну, как бы вот называется, вот у меня, называю себе, вот я придумываю, как назвать себе open-source framework. Вот я, FFrames мой сейчас, тот, над которым я работаю. Вот какой мне логотип туда присобачить? Две буквы F? Две буквы F. Ну, да, ну, такой логотип. А тут можно верблюдик. Ну, слушай, C-sharp, он, C-sharp, все, какой маскот? Есть у нас маскот? Да вроде нету, не помню. Ну, прикольно. Жаве есть маскот? Да вроде нету. Кофе, чашка. Это маскот? Ну, в какой-то степени, причем прям все, весь тулинг о камле, он прям, он прям в этой парадигме. То есть, библиотека для, ну, билд-система, билдер от Dune, да, Dune, потому что верблюды ходят по Dune. Библиотечка для Unicornel'ов это Mirage, Mirage OS в пустыне Миражей. Ну, прям классно. Давай тогда сразу про тулинг поговорим. Расскажи, что вокруг у камла есть, какой. Ну, тулинг, смотри, то есть, ты про тулинг имеешь в виду библиотеки, которые там, типа SDK-шки? Нет, про библиотеки SDK-шки мы чуть дальше поговорим. Именно про билд-системы, я не знаю, IDE-шки, может, рантаймы у вас какие-то разные есть, что такое? Ну, рантаймов нет, а камл компилируется прямо в нативный код, то есть, у тебя прям бинарничек получается, и это делает его быстрым, в частности. Поэтому ты можешь билдить его, но он не умеет в кросско-компиляцию до сих пор, он умеет только билдиться под текущую платформу, что, точнее, он умеет, но там, не так, как в том же Rust, удобно и красиво ли в Go. По туллингу есть Dune, это прям, вот прям core-билд-система, которая прям хороша, прям, она прям умеет в монорепозитории, прям хорошо работает. Есть еще проект, который мне сейчас очень много боли доставляет, это был, короче, у Акамла, вот, у Акамла очень больная такая история, небольшая есть, с разделением на, ReasonML, на, короче, там Bucklescript, JavaScript-овой компиляции, и очень много комьюнити из-за этого разочаровалось в Акамле, но очень много было таких очень, скажем так, как сказать, очень сложных и очень амбициозных проектов, в том числе, вот был, есть проект Asi, называется, его практически никто не использует, никто не знает про Asi, но это очень огромная такая система, которая тебе имплементирует, Package Manager, но она не просто имплементирует один Package Manager, она типа объединяет Акамлские пакеты, нативные C-шные пакеты, и ты можешь туда подключить JavaScript-овые пакеты через NPM, и все это собрать, вот как бы взять вот это вот все месиво и прям собрать в один, в один проект. А, нафига, ну типа C-шные и Акамлские понятно, а JavaScript-то при чем? Акамл, вот именно, что Акамл очень долгую историю имеет с компиляцией в JavaScript, его очень сильно хотят компилировать в JavaScript, и компании, которые используют Акамл, они очень часто прямо фронтенд пишут на Акамле, которые сейчас делают, да, потому что это, на самом деле, это не такая маргинальная штука, как там PureScript какой-то, это реально, ну это реально возможно делать, это не сложно, то есть это не настолько сильно плохо, там сейчас есть еще Rescript, но это, наверное, надо отдельно целую эту историю рассказать. Ну мы еще дальше про Rescript немножко поговорим, да. Вот, и, собственно говоря, они хотели все это билдить вместе, и они прям сделали очень удобную систему, которую, к сожалению, у них lack of support, они очень тяжело, сейчас вообще там один человек в соло поддерживает огромнейшую вот эту вот всю билд-систему, которую я использую в Adip, и, к сожалению, оно все сломалось, оно теперь на Windows не билдится, и мне, я сейчас все это переписываю на нативный Dune, короче, это прям такая боль, потому что очень-очень-очень амбициозный проект был, который прям собирал мне все-все-все собирал прям в нодовский пакет, который я просто паблишил на NPM, а по факту там внутри билдится у меня и сишные библиотеки, так как мне нужно, с моими флагами для оптимизации, прям все это собирается, линкается с акамловским кодом, туда же добавляются нодовские биндинги, для того, чтобы это все как бы сбиндить, очень удобно, такой амбициозный проект. Ты спросил еще, по-моему, про редакторы, Нет, про это дальше поговорим. Давай еще немножко назад вернемся, про сам язык. Вопрос про то, почему он так мало популярен, мы уже разобрали, но тут надо уточнить, кто сейчас его разрабатывает вообще, как идет там версионирование, то есть надо немножко понять, насколько он живой и кто за ним стоит. Короче, он живой, его прям разрабатывает много людей, то есть его разрабатывают в том же университете, то есть тот человек, который сделал, он, по-моему, там же и работает до сих пор, то есть типичный академик. Его разрабатывают люди из разных компаний, там есть компания, по-моему, Таридес, Таридес, не помню, как называется, короче, они тоже много контрибьютит в кор, есть несколько компаний и, по-моему, вот версии 5, там была ветка версии 5, там было 3600 коммитов в одну версию, в одну ветку. В мажорную, а в одну ветку? Ну, то есть вот был Акамл компилятор 4, это был мастер, сделали Акамл 5, куда добавили мультикор, и там было 3600 коммитов. А мультикор это что? В Акамле только в 2000 каком-то там, даже до сих пор. Многопоточность завезут? Да, многопоточность. Нет, не многопоточность, а мульти, ну, короче, мультиплексирование по ядрам. То есть потоки там были, и даже мультиплексирование можно было написать, потому что у тебя доступ к C прямо есть. Но именно вот нативная поддержка нескольких ядер. Нативная поддержка, да, и нескольких ядер. Прикольно. А версионирование по мажорным версиям, оно болюче происходит в Акамле или нет? Вот я люблю этот пример с Пайтона, когда со второй на третью переходили и сказали, переписывайте. Нет. Ну, вот пятая версия вообще не проблема обновиться, там вообще не, там брейкин-ченжи практически нет. Ну, это приятно. Где сегодня используют язык? Вот прям на примерах, чтобы мы поняли, насколько он крутой. На примерах... Давай, наверное, так. Сначала общая, в каких сферах используется Акамл? Хорошо. Это бэкэнд, фронтенд, микросервисы, может, еще что-то. А потом уже на примерах. Ну, знаешь, любители затащат его, ну, фанаты затащат везде, куда... Ну, понятно, ну, есть популярные. Есть популярные вещи, вот прям, ну, популярные вещи, это компиляторы, лексеры, парсеры пишут на Акамле. Потому что быстро, быстрый. Удобно. Удобно. Очень удобный язык, то есть там есть алгебраические типы данных, вот паттерн-матчинг, да, который в Rust, который в C-Sharp, я помню, даже заведу недавно, да. Это же все с Акамла списано, потому что вот Акамл был долго прям, вот паттерн-матчинг, это было прям очень удобно, и там есть еще, и помимо просто обычных данных, там есть еще generalized, короче, я не знаю, генерализированные алгебраические типы данных. Это еще больше... Короче, очень удобно писать парсеры. Очень удобно. То есть вот, например, из интересных таких проектов есть Infer. Infer – это проект мета-фейсбука, который прям парсит код на разных языках и находит разные ошибки. И там прям по 40 тысяч звезд, и он написан на Акамле, прям очень классно, удобно. 40 тысяч звезд, написан на Акамле, у которого 5 тысяч звезд, там даже меньше. Да. Класс. Я люблю такие истории. Ну, понимаешь, как бы его используют в разных вещах, то есть там, ну, как бы очень сложно придумать. То есть у Акамла действительно вот есть проблема. Почему он не такой популярный? Потому что нет у него такой одной из, по сути, ниши, да, которую он занял и решил проблему, там, я не знаю. Пришел какой-нибудь Java, там, да, мы хотим с виртуальной машиной, мы все умеем, да, классно. Пришел там C-Sharp, мы пишем под винду, удобно. Пришел JavaScript, мы запускаемся в браузер. А Акамла пришел, мы просто классный, удобный язык. С Go сработало, с Акамлом не сработало. Вот, поэтому, ну, из такого, по-моему, классного, то есть, по-моему, рендеринг формул в Википедии написано Акамле. Да, 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 не только Википедия. Рендеринг формул написано Акамле, Flow написано Акамле, самая быстрая в мире библиотечка для сравнения картинок написана Акамле. ОДИФ, да, мы знаем, еще про него поговорим сегодня. Вот, ну, так, в принципе, в принципе, да, люди пишут все, что угодно. Макенды, фронтенды, в том числе. Вот, да, очень много фронтенда. Короче, в какой-то момент фронтенд Facebook мессенджера был написан, нет, нет, мобильное приложение Facebook мессенджера было написано на Reason ML, который является диалектом Акамле. Хм. Они прям очень сильно пушили этот момент, они прям поддерживали Reason ML, компилятор из Bucklescript, который на тот момент был, который компилировал Акамл, и Акамл, и Reason ML в JavaScript, и они делали очень-очень классные биндинги на React Native, и вот все это писали на Reason ML. Так, хорошо. React написан на Акамле. В смысле React написан на Акамле? Первая версия React, которая появилась в Фейсбуке Джорданом в Волке, не знаю, как его произносить, он был написан на языке Standard ML, который очень похож на Акамл, и вообще человек, который написал React, он очень активный контрибьютор в экосистему Акамла. Так, ну то есть на Standard ML все-таки и на Акамле. Да, да, да. Акамл это... Да, да, все-таки, все-таки, все-таки соврал чуть-чуть. Да, все-таки. Окей, почему, когда я готовился, у меня дофига Блумберга проскакивало? Ну, Блумберг, да, в Блумберге пишут на Акамле. Что за Блумберг? Это же здоровенное новостное издание. Ну, они же написали... Да, они прям там довольно техническая, хорошая команда. Тут, наверное, надо это, Диму Кованникова вызвать на допрос. Дима, приезжай, сделай визу и приезжай, поговорим про Блумберг. Да, не знаю, что там пишут в Блумберге, но в Блумберге написали, например, Bucklescript, который компилировал JavaScript в Акамлу, а есть еще другой компилятор, JS of Акамл, который вообще другой, то есть прям два разных компилятора JavaScript в Акамлу, то есть там прям с разными подходами. Что еще? HRS, очень популярный сайт, который для тегов, для SEO, 7Rush, вот компания, если ты знаешь, вот это точно такая же штука, только ее написали прям на Акамле, прям всю, и прям, по-моему, в 15 человек прям написали соло весь этот проект, подняли там, короче, заработали прям миллионы, ну прям, прям очень успешной компания, которая прям очень много Акамла пишет, и они, кстати, написали единственный, ладно, не буду врать, единственный, единственный, но серверный рендеринг для React на Акамле, то есть сейчас, если ты хочешь рендерить на сервере React, пожалуйста, возьми Node.js, они сказали, нет, мы возьмем все это, перепишем на Акамлу, и написали себе собственный серверный рендеринг на Акамле для React. Прикольно. А в клаве-клиентской у них тоже на Акамле. Так. Хорошо, ну блин, получается, язык применяется на самом деле много где, но давай поговорим еще про сам язык с точки зрения его устройства, чтобы чуть лучше понимать. Ты уже сказал, что это мультипарадигмены, со строгой эстетической типизацией, саунтипизация, что, какие основные компоненты у языка Акамл присутствуют, что там у нас есть, я не знаю, рантаймы мы уже поняли, нет, там есть сразу компиляция в машине. Компоненты языка, я не очень понимаю, что ли. Сборка мусора. Да. Наверняка есть сборщик мусора. Да, он сборщик мусора у него есть. То есть, как он работает? Как работает Акамл на железке? Когда ты себе поставил, что у тебя там крутится? На самом деле все очень просто. У тебя нативный код, у которого есть довольно тонкий рантайм garbage collector, который просто запускает тебе нативный код, скомпилированный под твою платформу, с оптимизаторами, там есть все оптимизации, очень много оптимизаций, которые из-за левиемки, взяли там типа и анроллинги все, и инлайнинги, и так далее. То есть, прям хорошо, просто у тебя нативный, ты хочешь посмотреть, что у тебя будет, ты запускаешь Акамл опыт DHS, и у тебя прям ассемблер на твоей платформе, прям сидишь, читаешь. То есть, компилятор плюс сборка мусора равняется рабочий код. Да. Почему компилятор Акамла считается быстрым? Тупо потому, что он на сишке написан, или в чем его прикол? Я просто много читал на форумах, что его хвалят сильно. Ну, смотри, не знаю, честно говоря, ну, нет, он действительно быстрый. То есть, действительно, это удовольствие работать с Акамлом, даже большие проекты у тебя прям очень быстро компилируются. Вот если Rust взять, да, то там прям, ну, кошмар, мы прям страдаем. То есть, я, мы прям специально перепис... То есть, у тебя микросервисы не потому, что ты хочешь такой архитектур, а просто потому, что у тебя один огромный монолит просто не сбилдится на твоей машине. У вас там еще барау-чекеры, по-моему, да? Да, в Rust прям очень долгая компиляция, там прям очень тяжело с этим. А Камл, у него довольно быстрая компиляция, но я не знаю, как бы относить скорость компилятора к преимуществам языка. Возможно, можно, но это, знаешь, как саву на глобус натягивать. Ну, окей, просто на формах. Он довольно быстрый, да, то есть, как бы, он довольно эффективный, он выдает очень... Что не самый быстрый перформанс в мире, да, то есть, не C-level, да, то есть, оно все-таки помедленнее, чем C, но очень predictable. Ну, предсказуемый. Да, предсказуемый перформанс, да, то есть, ты как бы очень хорошо можешь отследить и понять, почему, где и как плохо работает, ну, почему, где и как. Ну, что-то не работает, починить это, и у тебя будет работать хорошо код. Так, хорошо. А если Акамл так хорош для парсеров, написания парсеров, почему Акамл не пишут на Акамле? Компилятор Акамла не пишут на Акамле? Это хороший вопрос. Дело в том, что Акамловский фронтенд, слушай, я вот не помню, фронтенд, по-моему, парсеры написаны на Акамле, то есть, там же есть PPX, которые парсеры, которые, ну, макросы, которые ты можешь в рантайме вызывать, и у тебя прям, ну, а стэшка прям, по-моему, написана на Акамле, то есть, у тебя прям парсер фронтенд капиллятора написан на Акамле, а бэкэнд, это уже довольно-таки специфичная вещь для платформы, то есть, ну, как бы, плюс там есть рантайм, который на Си написан. А, ну, да, да, окей. Я думаю, нам еще в комментарии что-нибудь накидают. Если еще пишите, мы открыты для предложений. Переписать Акамлу на Раст. Или наоборот, Раст на Акамле. А, кстати, ты знаешь, что Раст, первая версия Раста была написана на Акамле? Да? Да, первая версия. Первая версия Раста в Мизиле. Прикольно. По-моему, да, по-моему, интервью мне рассказывали. Было написано на Акамле, но это было давным-давно неправда. Они же потом сразу же начали на Расте писать. Да, они переписали его, но... Оттуда пошли очень много-очень много вдохновлений. Ну, так язык такой, с такой историей, в смысле, достаточно старый. Нет, я так скажу. Вот все, что в Расте любят, вот за что любят язык, это все сперто из Акамла. Все, за что ненавидят... Я думаю, тебе сейчас накидают. Это придумали Раста. Ну, слушай, ну и там посмотрели, там посмотрели. Понятное дело, что отовсюду натягали. Я не буду придерживаться таких мыслей. Мне точно насыпают. Я тоже, когда готовился, почитал, что почему-то жалуются на якобы отсутствие нормальной многопоточности в Акамле. Это что-то старое совсем? Я нашел. Как там вообще с многопоточностью, с синхронщиной? Не старое, но, короче, дело в том, что в Акамле его, по-моему, не особо придумали, его особо не рассчитывали на то, что им будут пользоваться для бэк-энда, для вот этого вот всего. Они не думали об этом. Люди просто хотели писать, они не писали, и вот имплементация всех вот этих вот, то, что мы привыкли в языке встроенной, асинк и вейты, гарутины, карутины, все что угодно, этого просто не было в языке нативно. Это вот появилось в пятой версии, которая появилась относительно недавно, зарелизилась, там появились и нативные поддержки, и треды, короче, ну, удобно делать треды, можно нативно в языке эффекты появились для этого. Появились мультипроцессорная штука, появились домены, это там удобно запускать на других ядрах, а до этого использовались две версии разных библиотечек, которые имплементировали вот эта многопоточность, конкурентность, это LVT и асинк, который был разработан Jane Street, вот, кстати, Jane Street еще одна большая компания, которая поддерживает Акабл, это, по-моему, лондонская биржа какая-то, не важно, вот, и, ну, соответственно, ну, LVT просто промиссы имплементирует, но это не самая быстрая имплементация, и люди жалуются, потому что хотели бы это все в коре, чтобы это все было красиво, модно, никакие библиотечки, никаких там брейкин-ченжей и так далее, асинк вообще что-то, ну, похожее, но другая имплементация в другом духе, то есть. Если я, кстати, не ошибаюсь, асинк-авейты в C Sharp появились первый раз, Microsoft что-то хорошее принес. Асинк-авейты? Ну, да. Да, ну, так все мигрирует туда-сюда. Ну, асинк, асинк, то, что в Акамле, это асинк, это библиотека, так называется. Фух. Не проблема. Асинк-авейтов нет, да? Ну, ты можешь написать свой асинк-авейт теперь. Ну, это понятно. Ну, ты можешь прям написать, ты можешь прям в Акамле, вот прикол, ты можешь прям написать свой собственный эвейт. Ну, это же прикол функциональщины. Да. Так как у тебя функциональный язык, ты можешь его, в принципе, дорабатывать, частая фишка. Да, да. Можешь сравнить Акамл, как язык, с, например, C Sharp, с которым ты работал? Что ребятам, которые хорошо знакомы с Java-подобным, JavaScript-подобным, C Sharp-подобным синтаксисом, будет вновь либо необычно выглядеть в Акамле. Ага, окей. Вот, например, ты уже сказал, что в Акамле можно дописывать функциональность языка. Там асинк-авейт это свой написать. Прикольно. Ну, смотри, то, что, во-первых, Акамл, ну, если брать синтаксис, у всех людей прям, их прям дергается от синтаксис, за синтаксис, но откровенно для человека, привыкшего к всеподобному языку, он странный. Ну, не надо прям это отрицать. Он действительно странно выглядит. У тебя нет ни блоков никаких, их у тебя нет ни... У тебя все... Можно написать Акамлскую программу в одну строчку любую. То есть области видимости все это вот там... Да, они там есть, но они там... Ну, в смысле, они не такие очевидные. Ну, ты после каждой строчки просто бахаешь in. Прям пишешь руками in после каждой строчки. Да, прям in, да. Ну, я, кстати, меня... Вот честно, ну, как бы, я прихожу с других языков, у меня прям от этого коробит. Я себе в Виме перебиндил точку с запятой на пробел in. Для Акамл. А почему in? Ну, потому что, типа, у тебя есть let там типа А равняется 5, в контексте B равняется 6, в контексте результат равняется сумм А плюс B. Прикольно. Да, то есть у тебя ну, там прям очень много таких вещей, которые... Это похоже на Pascal, на самом деле. На Delphic. Там только end внуто. Begin, end. Ну, в какой... Там можно и объединять переменные, но там прямо вот с области видимости. То есть если ты in не поставишь, у тебя B не увидит A. Вот так. Ну, то есть это такие особенности, языка, которые нужно пережить. То есть вот ты приходишь в него... Ну, в шар на самом деле тоже похоже. Там нет скобочек, например, вокруг переменных, да, аргументов функции. У тебя вот ты пишешь let название функции, дальше просто список аргументов. Это я у тебя отвечу, а не на этот вопрос, да? Не, не, все так, все так. То, что ты спросил, что будет странно, это, ну, к примеру, автокорирование. То есть у тебя любая функция, которую ты вызываешь, она по факту... Ты вызываешь функцию сумм A плюс B, да? По факту, то есть ты можешь вызвать эту функцию сумм с аргументом первым, и на выходе ты получишь просто функцию, которая будет принимать еще один аргумент. Ну, корирование. Прикольно. И потом ты просто эту функцию вызываешь с еще одним аргументом и получаешь результат. Удобно, слушай. Ну, на самом деле удобно. Ну, да, это вот один из способов композиции функции, который используется в функциональном программировании. Это очень... Не надо грозить огород с вызовом функции в функциях. Ну, да, то есть как бы это очень-очень часто используется там для всяких монотических преобразований и так далее. Из того, что... Из того, что еще есть не такого странного, что нужно понять, ну, есть модуль, система модулей. Вот это прям очень классная вещь. Я прям ее очень люблю. Это что такое? Короче, это прям уникальная вещь для Акамла. Ну, у вас есть импорты, да? Нет. Короче, в Акамле очень интересная система. Во-первых, все файлы — это модули. И у тебя все файлы всегда... Ну, то есть все файлы в твоей... Все файлы вообще в проекте или в рамках папочки? Да, прям все файлы в проекте. Да, вот это тоже... Доступны по названию файла. И это очень удобно. Да как? У тебя, блин, как это... Не может быть файлов с одинаковыми названиями? Вот именно. А зачем тебе писать много файлов с одинаковыми названиями? Объясни мне, пожалуйста. Не, ну вот я просто честно... Смотри, есть... Ну, я же ВВП-шканый парадик. Не, ну да, давай. Ну, вот у тебя доменная модель какая-нибудь. У тебя в доменной модели две поддоменных. Вот у тебя папочка с одним поддоменом, с другим поддоменом. И в том и в том может быть base-класс, например. Base-класс. Ну, какой-нибудь базовый абстрактный класс, к примеру. И тот и тот будет base просто в разных доменных областях. Это будут разные проекты? Да нет. Ну да, это будут разные проекты. Вот именно, это будут разные проекты. А зачем тебе в одном проекте 17 файлов в юзер? Логично. Зачем? Логично. Да, действительно, у тебя может быть юзер на файл. Хорошо, возьмем JavaScript, возьмем React, в котором там миллион индексов могут быть. Вот именно, да. Это же ужасно. Это ужасно. Ты хочешь найти файл, а ты не можешь его найти. И вот эти все модули, ты можешь их еще и создавать. То есть ты можешь сказать, что у тебя внутри файла, который тоже модуль, ты можешь создать модуль. Но что еще более интересно, ты можешь этот модуль, ты можешь сделать его конструктором. То есть ты можешь функцию. То есть у тебя, представь себе, у тебя есть файл. Слышите, файл это модуль? Да. По умолчанию? Ну, просто это как бы вот модуль, в котором лежат куча функций и переменных, например. То, что он модуль, как-то синтактически обозначается или просто по умолчанию? По умолчанию любой файл это модуль. И внутри файла можно еще какой-то модуль сделать? Можно создать под модуль. То есть как ты его там про... Просто пишешь модуль и название модуля, и страх. И для чего так делать? Вот. Это, короче, во-первых, это как бы разделение области видимости. Ты файлами разделяешь области видимости. Ну, ты можешь, например, создать удобный... Ну, например, у тебя есть файлик у utils. Ты можешь один раз открыть этот файлик utils, типа импортового. А потом внутри utils у тебя там будет модуль, например, утилиты для интов. Utils.int. Что-то удобное. И ты модуль можешь создать как... То есть можешь создать функцию, которая принимает аргументом один модуль и дает тебе другой. То есть это такая... Такая dependency injection, по сути. Ну, кстати, да. Самая правильная имплементация dependency injection. То есть тебе... У тебя может... Тип модуля может быть описан как интерфейс модуль. У тебя просто есть типы. И потом любой модуль, который удовлетворяет типами, и вот другой модуль, структурная. То есть в Акамле вообще номинальная типизация, а там структурная. А, то есть утиная типизация получается? Нет, структурная типизация. Структурная. Ну, то есть типа если у тебя структура модуля... Если по структуре похожа, то... Одинаковая. Структура одинаковая. Одинаковая структура, ты можешь его передать. Прикольно. И это максимально удобно, потому что структурная типизация тебе очень удобна, когда ты используешь какой-то инфраструктурный код пишет. Ну, ты создаешь логер какой-то, к примеру, да. И вот у тебя есть там модуль writer какой-то, который куда-то пишет. Ты действительно этот writer, но тебе нет смысла его там отдельно специально типизировать. У тебя структура типизации, ты создал себе модуль logger, и потом ты этот же модуль можешь просто вызывать, когда тебе угодно. Вот, такие пироги. А можешь это делать еще в рантайме. То есть это вообще забавная вещь. Ты можешь в зависимости от инпута юзера создать один модуль или другой и его использовать. Создать модуль в рантайме? Да, то есть ты как бы создаешь себе файлик. Как это происходит? У тебя же компиляция происходит кода. Как у тебя модули в рантайме? А модули в любом случае существуют. То есть они же как-то представлены. Просто идея в том, что у тебя модули... К примеру, у тебя есть какой-то логер. В обычных языках программирования это тот же тип данных, который ты используешь для данных, которые ты обрабатываешь. Но в этом нет смысла, потому что по факту это у тебя совершенно другая, скажем так, namespace совершенно другой. Совершенно другое предназначение у какого-то утилитарного кода, у утилитарных каких-то данных и у данных, которые программа обрабатывает. И вот в Вакаме есть такое интересное разделение, которое позволяет очень многие вещи интересно выразить. Заинтриговал. Хорошо. Модули. Нет импортов. У нас все файлики. Каждый файлик модуль. А как это, кстати, выглядит чисто визуально с точки зрения синтексиса? Когда я хочу вызвать какой-то модуль, я просто пишу название модуля. Да, ты просто пишешь название модуля. А все они хранятся где-то в памяти? Ну, файлики, они прям все flat. То есть, например, в Rust тоже есть система модулей, но там, например, папочки — это отдельный модуль. А тут прям все файлики в твоем проекте, они прям все flat. То есть у тебя даже папочек нет? Или ты делаешь папочки просто? Да, можешь сделать папочки, а можешь не делать, можешь все напихать в одну. Окей. И, соответственно, блин, это как будто бы, если бы все шарпи, у тебя все статиками было. Ну, так, в смысле, с точки зрения визуальной, когда ты просто все можешь вызывать. Все классы, у тебя просто классы, да, похоже. То есть статический класс, ты просто его напишешь названием и вызываешь метод какой-то, к примеру. Прикольно. Да. То есть такие вот ограничения. Ну, именно области видимости. А как наследование работает в таком случае? Наследование как-то... Если в OOP-стиле пишем. Короче, с OOP-стилем очень сложно. OOP-стиль в Акамле – это такой, знаешь, рудимент. Он есть в нем. Только маргиналы, да? Пишут на OOP, на Акамле. Никто не пишет на OOP. Нет, кто-то пишет. Есть там и ОРМ-ки какие-то написанные на Акамле. Я даже писал на одну и пытался. Использую там в этих компиляторах JavaScript какие-то вот эти штуки. Но, по-моему, там есть... Слушай, я даже не знаю. Честно, я вот в этом исследовании... Акамл используется сегодня как функциональный язык. Я туда даже не лазил. Хорошо. Какие-нибудь еще фишки языка, может, про которые можем поговорить? Ну, вывод типов очень удобный. То есть у тебя вывод типов Hindley-Millner. Объясни подробнее для тех, кто не слышал. Это очень... Короче, что людей конфьюзит в Акамле? У тебя нет перегрузки операторов. У тебя, в принципе, нет никаких перегрузок. Что это значит? Что у тебя плюс раскладывает только инты. Если ты хочешь сложить флоты, у тебя есть плюс-точка. Если ты хочешь сложить строчки, у тебя там еще другой оператор. Что это позволяет сделать? Это позволяет тебе на основании того, что ты пишешь, вывести типы абсолютно все в программе. И практически... Ты можешь любую программу на Акамле практически не писать типы. Иногда... То есть на основе использования кода делается вывод того, какие типы используются. Ну, то есть ты пишешь, например... Это на уровне операторов заложено. Ну, не только операторов. Не только операторов. Вызовов, системных вызовов. То есть там... Не системных вызовов. То есть STD вызывается, оно протипизировано. И если ты там вызываешь какой-то вывод, ну, ты пишешь STD out, там что-то принт, не знаю, что угодно. Хорошо. Ну, ты же свои типы тоже можешь писать. Да, можешь писать. Вполне. И, например, если ты хочешь сделать... Ну, если перегрузок нет, если ты хочешь сделать операцию сложения своих кастомных типов, ты какой-то новый оператор придумываешь? Ну, смотри, во-первых, да, это еще одна фишка языка. Ты можешь любой оператор создать и использовать его. Это вот фишка языка. Почему? Потому что любой оператор в Акамле это, по сути, функция с двумя аргументами. Это же очень логично. У тебя просто функция левый и правый аргумент. И ты можешь, ну, к примеру, у тебя есть тип option, ты знаком, да? Ты можешь создать себе оператор, который складывает option и attentive, к примеру, если хочешь. Но обычно, если ты хочешь сложить два своих типа, ну, ты можешь, там, короче, разные есть моменты, ты не будешь эмблементировать отдельный оператор. Для этого он для более сложных вещей, для модедических преобразований из более там всяких страшных вещей используется. То есть, получается, с типами ты работаешь только на уровне создания переменных или даже на уровне создания переменных там задания? Ну, если ты хочешь типа объекты. Ну, типа если на этапе инициирования переменных. Понятно, что при присвоении уже сразу понятно. Ну, ты напишешь let r равняется, да, ну, то есть, как бы, да, такой момент. То есть, у тебя есть тип, то есть, ты, например, написал тип person, да, у него там есть name и age, да, к примеру. Ты можешь просто создать объектами, вот прям перед name и age, и Акамель сам понимает, что это соответствует этому типу одному. Но это плохо. В этом случае ты действительно пишешь, что это person, потому что это просто хорошая практика, потому что он угадал, что это person, потом появится другой тип, и он там выведет его по-другому. Вот. Но если ты делаешь какую-то строчку, ты как пишешь, просто let, там, string равняется строчка, синтаксически он понимает, выводит тебя это как строчку. А если ты просто хочешь зарезировать место в памяти, написать string name? Вот. Ты потом, потом ты, ну, во-первых... Ну, ты можешь так написать, правильно? Ты можешь там, да, но ты же потом что-то туда положишь, ты же скажешь потом string name, там есть специальная вещь для мутирования переменных, равняется строка. И он по вот этому вот использованию понимает, что это string. Окей. Ну, и я что пытаюсь понять, то есть явно типы ты можешь прописывать, но ты обычно их просто не... Можешь не прописывать, да, потому что он выводит. По поводу мутабельности, мутабельности. Все переменные мутабельны, да? Да, и ты специально помечаешь специальную вещь, как reference. Ну, кстати, вот это react.useref. Откуда? Оттуда. У тебя все перемены... Почему Акамл для React... Все перемены, получается, ссылочные? То есть там ничего в стек не залетает? Нет. Да, то есть это отдельная проблема для перформанса. У Акамла много чего боксит. Не все типы, но много чего боксит. И ты много чего можешь руками заунбоксить, чтобы оно не ложилось в кучу, не было на стеке, и было быстро. Но много всего... Я вот тут, когда тоже читал, что много всего именно как-то ссылочного типа, и боксинг и анбоксинг, они же дофига времени тащат. Если ты их руками не прописываешь, то откуда берется скорость, если у тебя дофига всего этого? Ну, хороший вопрос. Или так хорошо построен компилятор, что... Ну, как бы, нет. Действительно, вот боксит, анбоксит, это действительно проблема для... В принципе, любой garbage collection, да, то есть это как бы в идеале его нужно избегать. То есть почему АДИФ такой быстрый? Потому что там камунский garbage collector просто не работает. Там его нет. Там все... Там тоже C под капотом, и там вся память, которая на куче, она вся на C аллоцируется, и там... И она же и там... Ну, его можно даже... Ну, короче, не важно. Вот. Все равно любая операция с хипом, она тяжелая, желательно это все анбоксить, чтобы это было хорошо. И Акамл не так плохо. То есть вот Haskell, если взять, там все, там у тебя на любой инт у тебя два слова уходят. В Акамле нет. У тебя инт и не бокс, например. Это удобно. Удобно. Флоты, если у тебя, например, структура из флотов или массив из флотов, он тоже не будет бокситься. То есть там продумано. Именованные аргументы и значения по умолчанию. Да, именованные аргументы очень удобно. Чем-то похоже на Python, да? Ну, я не знаю. Ну, просто у тебя ты можешь... Ну, как бы... У тебя есть функция... Ну, пример. Ну, React. Все знают React, да? Пропсы в React. Что это такое? Это именованные аргументы, да? Тебе нужно вызвать функцию с кучей аргументов по названию. И, например, в акамловских версиях React ты просто пишешь тильдочку, название пропсы. Ну, вроде как это уже, в принципе, везде. Это везде есть. Даже в шарпах, по-моему, уже завезли давно. Да, это просто... Ну, давно там в этом акамле было и удобно. Окей. Давай немножко сейчас поговорим тогда про отношение языка с другими языками. Я видел, что хаскелисты... Хаскелисты? Любят поспорить на тему того, кто лучше, хаскель или акамл. Ну, да. Почему так вышло? Так все любят поспорить на тему, кто кого лучше, да? Мне так показалось, что именно с хаскелистами большинство проблем. Ну, потому что акамл такая вещь, которая... Короче, есть два типа университетов сегодня, компьютер-сайенсов, да, которые учат в Европе. Одни учат на C писать код вначале, а другие учат на хаске либо на акамле. Вот это два таких подхода. Я, честно говоря, не преподаватель, но у меня сложилось такое впечатление. То есть есть два подхода. Так уровни же сильно разные. Вот именно. Кого-то учат на уровне машины, да, как работают машины. Там с контролируемой памятью, например, там, где... Ну, да, кого-то учат именно, вот если ты, представь, ты пришел в университет и начинаешь учить там C-шный код. Ты, естественно, какие-то знания про поинтеры, да, они у тебя отпечатаются в голове, и ты будешь понимать, как это работает. А Камел Хаскель – это больше теория вычислений, это больше вот там небеса, это там, да... А как же Basic? Как же Delphi? Ну, сейчас, ну, не знаю. Это только у нас, наверное, так учено. Ну, да, то есть это вот такие там... Кок, на Камеле, кстати, тоже написано, это система со своим собственным языком для подтверждения теорем математических. То есть там прям, да, вот эти лямбда-калькулюсы, вот это вот все, короче, материи высокие, функциональные, которые исчисление чистое. То есть как бы Акамел и Хаскель, они используются как академические такие функциональные языки, но в то же время Хаскель, он сильно более академически функциональный. Акамел – это что такое, типа, средненькое, очень, скажем так... Есть такой мем удобный, есть такой мем, вот Prime, который DJ, они прополюзируют меру. Если ты хочешь, у тебя есть цель какая. Если хочешь код, чтобы у тебя продюсер, да, код работающий, да, программу, берешь Акамел. А если хочешь, чтобы у тебя код компилировался в вайтпейпере, тогда ты берешь Хаскель, потому что Хаскель прям в вайтпейпере компилируется напрямую. Окей. Короче, кажется, будто бы жесткие теоретики не поделили что-то с жесткими практиками. Не знаю. Да, то есть как бы, ну, они довольно разные. А ты сам Хаскель пробовал в практике? Да, пробовал. Как тебе? Ну, слишком, ну, не знаю. Слишком академично? Я, как бы, я вот пришел в этот вот растовый сишный мир, и мне все-таки эффективность важна. Вот это вот по дефолту ленивость, довольно неэффективное memory, layout, да, вот этого всего. Камела прям в камне выточено, то, как у тебя должны типы лежать. Ты эти типы прям можешь залезть, все, си, посмотреть, полазить, как оно там в рантайме работает, очень удобно. А в Хаскеле это все больше, как бы, в другом плоскости. Да, вот мы пишем красивый чистый код. Это тоже, кстати, классно. Тоже интересно. И монады там писать. Ну, сейчас там Do Notation вот этот есть. Сейчас в Акамле там появились лет плюсы, которые в какой-то степени заменяют их. А Камел и его производные? Насколько я понял, Rescript один из самых успешных проектов. Это драма. Это просто драма. Мы ее так и называем. Reason drama. Короче, я рассказываю историю. В 2011 году компания Bloomberg начинает разработку Акамловского компилятора в JavaScript. Называют его Bucklescript. Примерно параллельно начинает развиваться другой компилятор JS of Акамл уже, не знаю где, но, по-моему, в сообществе, в опенсорсе. Дальше. Facebook очень любит Акамл. Очень много внутренних проектов в Facebook написано на Акамле. В том числе, ну, React, который тоже из той системы функциональщины вылез. И в какой-то момент в том же Facebook, уже зная про то, что Bucklescript стал опенсорсным, создают диалект Акамля, ReasonML, который похож на JavaScript. То есть, если ты сейчас показываешь код на Акамле, JavaScript вот прям на Акамле, ну, это просто взрывается мозг у человека. Это нормально. Он действительно странный синтаксис для человека, который привык к JavaScript. Если ты показываешь JavaScript, он такой, ну, окей, это я могу понять. То есть, там есть и операторы, и все на свете. Операторы? Там есть и блоки, да, то есть, вот, и скобочки вокруг переменных, и не матча свитч, и, короче, все что угодно. И потом, вот этот Bucklescript и ReasonML, они так объединяются и становятся таким компилятором в JavaScript, похожим на JavaScript, у которого еще и появляется JSX, у этого, у Акамловского диалекта есть прямой JSX, ну, прям в языке встроенный JSX, то есть, теги, ты можешь писать. И вот это все становится таким большим компонентом, который начинает пушить в Facebook, у всех такие, о-о-о, революция начинается, все начинают на нем писать, в том числе, вот, Facebook Messenger на React Native, на нем в какой-то момент говорили, что его пишут, я сейчас не думаю, что он написан теперь. А потом, почему-то, это все очень сильно затормаживается. То есть, там вот этот вот ReasonML начинают и на Native тянуть, и начинают на Акамловские программы переписывать на ReasonML, потому что он приятный, удобный, легче находить людей, анбордить их. А потом в один момент команда Bucklescript уходит из Facebook и говорит, все, мы не хотим ReasonML, мы теперь пишем свой собственный язык под названием Rescript. Они бросают поддержку Акамла, то есть, это был, по сути, компилятор, то есть, диалект Акамла, который просто компилировался в JavaScript. Они бросают вот это все и говорят, у нас теперь будет свой собственный Rescript, который будет не Акамлу. То есть, там, по-моему, это 4.0.4 версия Акамла, которая поддерживается вот новым Rescript, а многие фичи туда не залехали. То есть, там есть вот LED+, синтаксисы, очень много удобного синтаксического сахара, который не попал в Buckles, в Rescript. И половина комьюнити разочаровывается в этом и говорят, не хотим мы этого, мы хотим настоящий Акамла на фронтенде. Достают вот вот JS of Aкамла с 2011 года, берут его, создают, там есть меланж, который, это теперь реактовский биндинг на Камле, который потом завезли туда и Reason ML. Короче, в итоге комьюнити разделилась очень сильно из-за этого. Rescript теперь становится таким более мейнстримно подобным языком и оттуда убирают автокарирование, например, чтобы с криптовым разработчиком было проще. А вот меланж это вот теперь как pure script. Вот супер маргинальная тема. Причем меланж это компилятор. Меланж это тоже название. Это вообще нет, это компилятор JS of Aкамла, а меланж это, короче, проект, который React позволяет тебе писать биндинг для React. То есть Rescript и Reason ML это по факту сейчас полноценные языки, которые вышли из Акамла? Reason ML это диалект Акамли. То есть что такое диалект? Я объясняю. Он как-то зависит от Акамла, видимо. Есть. У Акампиляторов обычно есть бэкэнд и фронтэнд. Бэкэнд компилятора компилирует тебе нативный код, а фронтэнд это то, что парсит твой AST и что-то отдает какой-то интерпретацию AST вот в бэкэнду. Так вот Reason ML это просто фронтэнд для Акамла. А JS of Aкамла это бэкэнд для Акамла. То есть ты берешь диалект, который тебе хочется, создаешь Акамловское какое-то дерево, абстрактное синтаксистское дерево, отдаешь компилятору, а компилятор уже таргетирует это все в JavaScript. И ты можешь на Акамле писать в JavaScript, на Reason ML писать в JavaScript, на Reason ML писать в нативный код, и ты можешь из Reason ML импортировать Акамл, из Акамла и Reason ML это абсолютно соединяемые языки, это просто диалект. Нахрена? Потому что синтаксист странный, он действительно странный, это действительно проблема, то есть действительно сложно найти людей, которые будут хотеть, то есть ты же хочешь найти себе не человека, который 20 лет писал Lambda Calculus, и посадить его в CSS верстать, потому что там CSS получится такой же, как Lambda Calculus, а хочешь найти скорее всего JavaScript, который будет и дешевле, и посадить его писать на хорошем коде, который у тебя будет строго типизированный, который будет надежный, который будет действительно правильным реактором в какой-то степени, ну некоторые компании так хотят. TypeScript? Ну это не то, но не то. А почему TypeScript не любишь? Хороший вопрос, ну он, ну скажем так, я не очень люблю вот это вот... Дженерик дрочерства? Я умею, я такие дженерики писал, ты себе представляешь, там тут жо, там такие, мой дженерик побольше, чем у некоторых, подлиннее будет. Вот. Просто он дает вот эту вот фейковую такую надежность, такую уверенность в том, что твой код работает, хотя по факту это просто такой... Потому что может возникнуть какой-то момент Type этот... Ну он возникнет обязательно. Он у тебя всегда возникнет, нет никакого гарантии, и он ничего не привносит, то есть как бы сам по себе JavaScript, это язык, ну очень хаотичный. Там все еще только можно есть. А TypeScript туда еще добавляет хаотичности, то есть туда еще больше синтаксиса добавляет, туда больше еще всяких дополнительных своих конструкций. Не, ну так-то и Rescript и все остальное тоже добавляет своих конструкций. Но оно не позволяет тебе писать JavaScript стандартный, то есть ты пишешь на другом языке. А, окей. То есть TypeScript в хаос добавляет еще больше хаоса, а Rescript тебе позволяет писать JavaScript, но это будет конкретный кусочек JavaScript, который будет помечен unsafe и будет выглядеть страшно, и если ты закоммитишь, на тебя будут плохо смотреть. Поэтому в итоге получается более качественный код, то есть в плане, ну, например, в плане обработки ошибок, да, алгебраические типы данных плюс паттерн-мачинг, резулты, которые, ну, ты не эксепшен выбрасываешь, как привычно, да, а у тебя удобный менеджмент ошибок, который, если ты хочешь сложный алгоритм портировать в JavaScript, к примеру, есть проект, который Game Boy, ну, знаешь, что такое Game Boy? Ну, представь. Да, вот есть эмулятор Game Boy, написанный на Акамле, который запускается в браузере, скомпилируется в JavaScript и запускается в браузере, ты можешь поиграть. Причем написан на Акамле, не на диалектах. Да, на Акамле написан. Прикольно. Он просто компилируется, и там очень, ну, как бы, это большой кусок кода, да, у тебя прям интерпретатор прям читает регистры, ну, то есть, ты прям интерпретирует эту всю вещь и прекрасно работает, ошибки все, то есть, семантически хорошо обрабатываются, очень удобно, удобная типизация, которая тебе помогает, то есть, вот такая вещь. А в вас насколько востребован в Акамле? Насколько он используется, вообще используется ли? Короче. Ты уже говорил, что Акамл, числе не первый, начал конкретно. Я хочу упомянуть конкретный один проект, который я очень сильно верил, это Reverie. Это был фреймворк такой, который человек писал в одно лицо, нет, не в одно лицо, у него была команда, я не знаю, откуда у него были деньги, нативный фреймворк, ReasonML, как я уже упоминал, у него есть GSX, что такое GSX? Это теги, то есть, ты можешь писать такие типа XML-подобные теги, которые строго типизированные и компилируются в функции. И что они сделали? Они взяли, захотели написать это все, нативные GUI-шные приложения писать на Акамле, у которых будет все написано на Акамле, и это все будет билдиться, рендериться в OpenGL, в Укане и так далее. И это действительно классно работало. У них был классный проект, основанный на этом, назывался он Univim, редактор, ну, вимовский, который я использовал, я им донатил на Патреоне, но, к сожалению, не загнулись. То есть, они очень амбициозно для себя взяли задачу, такой огромный проект, рендерящийся, написать на Акамле, плюс ко всему это все, мейнтейнить фреймворк OpenSource для этого, еще и проект писать. И вот это все компилировалось в ВАСМ, и оно прекрасно работает, было давным-давно, компилировалось в ВАСМ, запускалось там демки, у тебя, ну, сейчас в растовых фреймворках нет гуишки, нет демок, которые у тебя, а там тогда были. То есть, как бы, такая довольно специфическая вещь, но, на мой взгляд, сейчас гораздо проще Акамле скомпилировать в JavaScript и запустить, если тебе нужно. Окей. Это проще. Я не ошибусь, если скажу, что в Акамле ретурнов нет, или это я что-то приснил? Ну, как, да, нет. Ну, явно, явного ретурна. Ну, да, нет. Это, кстати, очень важно. Что за прикол? Как? Ну, смотри. Что у тебя возвращается? Последнее действие какое-то? Да, то, что ты последнее написал функция, это возвращается. Я тебе так скажу. В чем красота Акамла? Ты открываешь код, вот ты код-ревью открываешь какого-то C-шарпа, да, твоих коллег, и ты понятия не имеешь, что происходит в данный момент, в данной функции, потому что ты не знаешь, ну, как бы у тебя нет вот такого четкого, строгого порядка выполнения. Ну, да, он меняется, конечно, он может скакать. Ты можешь функции задекларировать позже, чем они вызываются, а камулский код открываешь, ты читаешь его как поэму, вот так сверху вниз. У тебя не может быть, к примеру, вызова функций, задекларированы после того, как ты их вызвал. То есть функция должна быть всегда спереди. У тебя не очень хорошо писать импорт, а если импорт, ты перестал любить из этого, потому что ты открываешь, и вот у тебя, к примеру, есть функция, там, я не знаю, что-то, add user. Откуда она у тебя досталась? В какой у тебя add user? Add user куда? Это db.adduser, это что вообще, откуда это берется? В коде на акамбле ты открываешь, у тебя прям функция, ты читаешь ее сверху вниз, и ты прям понимаешь, что происходит, и ты, несмотря на то, Ты деда включил. Несмотря на то, что у тебя нет типов, ты видишь все типы, потому что у тебя есть, что, аргумент? Смотри, нажимаешь control, и нажимаешь click на тип. И в код-ревью. И пошел. Вот в код-ревью, я могу это сделать? Ну, кстати, сейчас вполне, я думаю, открыл. Нет. Смотри, ну... В гитхабе ты не можешь так сделать. В гитхабе ты можешь редактор открыть. Можешь, но это, ну, как бы зачем? Ну, ты же не открываешь, ты же не лазишь в редакторе. Нет, ну, ты там просто точку в гитхабе нажал, у тебя открылся visual studio онлайн, и все, и пошел подревью делать. Ну, кто-то так ревьюит код? Я не думаю. Я ревьюовал. Не, ну, когда тебе нужно посмотреть, что-то действительно... Ну, это же перегружает, перегружает визуально код, возможно, это... Ну, кстати, нет. Вот Camel синтаксис такой, что действительно он позволяет, в этом и красота кода, написанного на Camel, он тебе позволяет это делать. То есть, если JavaScript взять или какой-то, или даже Rust, ну, как бы у тебя этого нет возможности. Camel действительно позволяет себе такие вещи проворачивать, и это очень... Вот в этом красота языка. И, соответственно, если у тебя будет return в начале функции, ну, то есть, у тебя как бы лишний вот такой вот, выход escape из функции, который неприкольный. Конечно, у тебя есть еще exception, которые не очень хорошая практика использовать. То есть, exception это, в принципе, то, как вот... Ну, прерывание функций. Это прерывание. Люди, к сожалению, его используют. А exception всплывают, как они вообще работают? Да, они exception. Они всплывают по стеку наверх до следующего хендлера, который это pattern matching with, неважно, try там, короче, вот. Ты просто пишешь pattern matching, пишешь exception, и у тебя будет там возможность обработать ее. Но это плохо. Почему? Потому что у тебя... Ну, во-первых, сейчас там в том же там Z-sharp, да, как exception используют. Просто как ошибки, там, выкинуть ошибку валидации. Ну, это плохой кейс используют. Ну, ладно, окей, да, да, да. Используют. Да, так и используют. Но это же не exception, даже слово, это ничего такого сверхъестественного не случилось, правильно? Ну, с точки зрения наименований, да, это как бы не exception, это managed error какой-нибудь. Но у тебя ничего не говорит о том, что у тебя здесь такая типа ошибки. Не, ну, ты должен руками прописывать какой у тебя типа ошибки, если ты хороший разработчик. да, но как бы когда ты вот метод вызываешь, он тебе прям говорит, что я могу вернуть ошибку. В Java вот есть там throws, да, такая штука. И вот ты вызвал метод, а ты не знаешь, с чем он упадет. В то же время, в том же Акамле, и вот раз, например, перенял эту штуку, есть типа метод возврат result, то есть ты как бы говоришь, я возвращаю монаду result, но монады это как бы, ну, все пользуются result. Никто не жалуется на душу этого монада. Просто все пользуются. Как говорится, дал господь функтор, даст энда функтор. Так вот, просто возвращаешь result и объявляешь декларативно, что я верну result, окей, а вот, например, если там if, там, юзера паспорт, там, чем пять символов, я возвращаю error, и тип ошибки. И вот благодаря всплыву всех этих типов у тебя так красиво эти все типы всплывают наверх, ты их один раз задекларировал, один раз ты написал все типы программы, у тебя нет на Акамле, например, в то же время, вот еще такой момент, автомаперы. Вот ты, наверное, знаешь, что такое страшное. Конечно, конечно. Вот этих всех мапов, DTO-шных синтаксистов, просто этого не пишешь, потому что функциональные языки не позволяют тебе один раз написать тип, а потом написать функции, которые будут работать с этими типами. У тебя нет инкапсуляции. А, так, ну... Инкапсуляция... Я знаю, что такое инкапсуляция, я пытаюсь выйти из парадигмы ООП и представить, нафига она нужна. Представь себе, вот у тебя есть данные, да, то есть как бы функциональное программирование вообще это больше про вот это вот. У тебя мухи отдельно, котлеты отдельно. Да, у тебя данные, и у тебя есть функции. Функции обрабатывают данные. Все. Да. То есть у тебя не прибиты гвоздями функции к данным. И, соответственно, тебе не нужно создавать новые данные, чтобы они могли сходить в базу данных. Тебе не нужно их реалацировать, к примеру. Тебе не нужно там их, я не знаю, трансмьютить, неявные и так далее. То есть тебе просто ты говоришь, теперь я эти данные все реализую и положу в базу данных. Эти данные я там отправлю в бизнес-логику, эти данные туда. И это очень удобно. Фреймверки библиотеки. Есть ли какие-то большие фреймверки библиотеки для чего не используются? Вот это очень тяжелый вопрос для человека, который любит писать на камле. Они есть, их много, есть АПАМ, который пакетж-менеджер, есть очень много чего, но оно все всегда такое, знаешь, то есть если в том же Расте, который сейчас стал мейнстримным, ты там приходишь и ты страдаешь со всеми вместе, ты не один, но там ты страдаешь в одиночестве с библиотечкой в 100 звездочек. То есть там есть много библиотек и там и SDK-шки разные есть. Хотя вот, например, Google SDK, по-моему, нет. К примеру, вот хочешь работать с Google, до свидания. Ну что, пиши свою обертку на допишку и что? Да, ну, да. Ну ты понимаешь, что этого никто не хочет делать. Там был, кстати, один такой довольно хайповый пост про то, почему я покинул АКАМу, и там это был один из больших самых этих, что нет библиотек, и по-моему, конкретно Google SDK вот упоминался, что вот нет Google SDK, я не могу писать код там для Google удобно, поэтому, ну, короче, не нравится мне. Мне всегда вот это вот нытье оказалось от лукавого. Ну, типа, если ты хочешь там SDK-шку для популярной опишки, это, конечно, классно, если она есть, но, блин, ты перекладываешь ответственность на поддержание на каких-то левых чуваков. Если у тебя это критический функционал, да сам напиши обертку, господи, что у тебя отломается. Это на самом деле большая проблема, это очень большая проблема, потому что, ну, ты как бы, ну, вот, ты просто ограничен, ну, как бы, я не хочу тратить безумное количество времени, изучая там API, переписывая бендинги, я хочу просто взять, вызвать метод. Плюс эти бендинги, они всегда становятся очень сильно, очень, ну, во-первых, если хочешь SDK-шку, то есть есть разные вещи, ты можешь SDK-шку для библиотечки написать, один вопрос. Есть вопрос, например, бендингов в там сишной библиотечке, да, они тоже не все, то есть я, например, хочу LibPostSQL, да, он есть, бендинги к LibPostSQL, а бендингов к LibAV, аудиовиде, их просто нет. И ты будешь сидеть вот эти вот все бендинги писать руками, а это очень неприятная мажорная версия, тебе нужно сидеть все это переписывать, то же самое, кстати, с JavaScript, да, JavaScript-овая библиотечка, конечно, тоже через бендинги работает, все очень долго, и это большая проблема, то есть комьюнити не настолько большое, чтобы действительно поддерживать все эти бендинги, и, соответственно, люди страдают, которые пишут. Ну, окей, хорошо, и все-таки я хочу из тебя вытащить. Их нет, больших фреймворков здесь, или они есть? А, фреймворки, да, про фреймворки. Библиотеки, окей, фреймворки. Фреймворки есть, ну, смотри, что ты имеешь в виду фреймворк? Ну, например, какой-нибудь, не знаю, что-нибудь для веба, что-нибудь для бэкэнда готовое, типа MVC и C-Sharp. Появился недавно фреймворк, ну, такой, знаешь, полторы тысячи звезд сейчас, но он классный. Неплохо так. Да, Dream называется, он действительно классный, то есть там действительно можно удобно писать код, то есть там прям, прям запарился, чувак, написал интеграции для веба. Для веба. Сайты? Эти, как его? Микросервисы? Ты можешь писать и сайты, прям HTML-ку отдавать, то есть там прям есть встроенный темплейт парси, то есть темплейт HTML-ный, который встроен прям в язык. То есть ты прям пишешь синтаксический код, ты можешь даже писать с помощью того же GSX его, ну да ладно. Можешь писать опишечки, которые там ходят в базу данных и так далее. И вот он прям его проработал, и прям это было очень хорошо, что он написан. Вот анализа написан. Ну, там сейчас контрибьютор, конечно, есть, но я так думаю, да. Блин, ну опасненько. Опасненько, это правда, очень опасненько. То есть как бы, ну, понятное дело, что если ты берешь Акамал, то, наверное, ты знаешь, что ты делаешь. Наверное, ты знаешь, что ты делаешь, потому что, ну, как бы, ну, я не думаю, что... Будьте осмысленны. Ну, как бы, да, ну, это такая вещь. То есть действительно проблема. Ничего, сейчас мы после этого выпуска вам комьюнити в два раза поднимем. Ой, спасибо. Все три человека. Ну, это ты перегнулся в три раза. Так, хорошо. Что по поводу тестирования кода на Акамале? Есть удобные тузы, есть возможность писать тестовые фреймворки удобные, есть даже классная вещь, вот такая, которую я нечасто встречал, прям кором поддерживаемая штука для того, чтобы... Фазина она называется... Фазина? Фази. Фази. Это, короче, типа, позволяет тебе различный рандомный датасет скарбливать в твоей программе, чтобы, типа, на вот разные там фантомные ошибки ловить. То есть вот такого часто... Нет, то есть это как бы... Интересный просто такой кейс, что вот даже такое есть. То есть как бы Акамал изначально такой на корректность, да, то есть чем больше корректности, чем больше строгости и четкости, тем лучше. И, соответственно, тестирование, есть разные фреймворки для нативного тестирования, очень удобные, классные фреймворки, есть и фреймворки для для N2N-тестирования. Ну, короче, удобно. С чего начать вкатываться в язык? Во-первых, что почитать, наверное, да, то есть читать... Есть книжки, есть две, скажем так, два эдишна книжки Real World Accomal, который прямо от создателей языка, они прямо хорошо описывают от нуля до прям деталей, мелочей, того, как память аллоцируется, того, как там прям все лежит в памяти, до того, как нюансов, как работает garbage collector. И, в принципе, это если ты прочитаешь ту книжку, потренируешься, Акамал ты поймешь. Дальше, помимо этого, тебе нужен компилятор Акамал, который ты скачиваешь. Ну, компилятор Акамал ты устанавливаешь как зависимость. Тебе нужен package manager, это Appam. Appam? Appam, да. Вот. Ты устанавливаешь package manager, устанавливаешь себе Акамал. Так там смешно, на самом деле. У Акамала package lock не появились недавно. До этого там были свитчи, которые это были такие, типа virtual envy в питоне, что-то похожее. Ну, короче, нормальной зависимости, нормальный менеджмент зависимости, раньше он был просто глобальный. Ты накидываешь себе глобальные зависимости. Был, короче, ужас. Я даже видел такие проекты, прям большие, которые написаны так. Но, да, сейчас есть Dune, который вот билд-система. Ты его тоже устанавливаешь из Appam, и дальше просто делаешь Dune new, там generate project, и у тебя все есть, и package lock, и наставленный, и проекты. И дальше начинаешь писать код. Айдешки? Есть какие-то особенные, или просто Visual Studio? ЛСП, все прекрасно. NeoVim. Окей. Не-о-вим. Блин. Почему? Ясно. Ты из той секты. Слушай, нет, а ты что используешь? Райдер для C-шарпа. Райдер для C-шарпа. Ну, хорошо, да. И Visual Studio Code для всего остального. Ну, вот. Нет ни одной причины, что было бы хуже в NeoVim, чем в VS Code. Ну, вот нет. Ну, ладно, хорошо, видео нельзя проигрывать. Одна причина. Подожди, NeoVim, он имеет нормальный UI? Это не консольный? Не консольный АДЕшка? Хорошо. Ну, хорошо. Консольный. Консольный. Это консольный АДЕшка, но она имеет нормальный UI. Такой же, как в VS Code. Ты даже можешь, там есть дебаггер, такой же, как в VS Code. Ты можешь там мышечкой ресайзить окна, если тебе хочется. А мышечкой можешь тыкать на определенный символ, чтобы курсор достал? А, ну все, тогда нет вопроса. Я просто NeoVim не пробовал, сразу скажу. Не-не-не, просто... У меня NeoVim сразу ассоциация либо Vim, либо Emax. Я такой, у-у-у-у. Это форк Vima, но я просто обращусь к зрителям. Не бойтесь, если вот кто-то вдруг сидит на VS Code и смотрит, думает, что это на NeoVim как на что-то страшное, как Emax, вот эти Vim непонятные, то NeoVim это такая же штука, как VS Code. Она внутри себя уже имплементирует LSP, Language Server Protocol, и там все, наверное, там даже на Mac можно команды, ну, на команды биндиться. То есть реально очень удобно. И все, что на LSP-based, все работает прекрасно. У Акамла есть еще Merlin. Это, короче, их собственная система, штука, которая была для вот пропагейта ошибок, для вывода в редакторе, который использовал с Emax в Vim. и так далее, до того, как LSP появился. Но сейчас LSP работает просто прекрасно, и все прекрасно заводится. А насколько вообще удобно дебажить код Окамла, который, например, интерпретируется в JavaScript? Ну, короче, да. Во-первых, с дебаггером проблемы. Вот с дебаггером конкретно проблемы. В целом в Окамле? В целом в Окамле. Есть... Вот слушай, я сейчас даже и не вспомню, есть ли именно дебаггер Окамла, вот именно дебаггер протокол, как вот в S-коде ты можешь запустить любой дебаггер типа Rust или C, или чего угодно. По-моему, один проект есть, но по факту Окамл дебаггер, который вот есть такая C-лайка, это консольный дебаггер типа GDB, это, ну, прям такое веселье. Ну, им можно пользоваться, он иногда бывает полезен, но в основном Окамл, ну, я дебажил принт ленами. Почему нет? Почему нет? Очень удобно. По старинке. А я не знаю, я так все дебажу, практически все. Ну, блин, точку остановки сильно удобнее и быстрее поставить, чем писать принт ленами. Это правда, это правда, но... Пусть у тебя весь так трейс перед глазами, все перед глазами. Не всегда это удобно с точки зрения запусков и так далее, компиляций, то есть, ну, вот в Rust, например, иногда мне, ну, то есть, настолько, естественно, сложный дебаггер, что по дефолту в Dev Build ты просто отключаешь вот этот все дебагг-информацию и ты не можешь дебажить, просто потому, что оно билдится триллион часов. Поэтому, ну, Акамл побыстрее в этом отношении, но я Акамл тоже, по-моему, не дебажил, но я вот тут не скажу, но если ты говоришь про JavaScript, то там все еще хуже. Короче, на Акамле даже нет на Акамловском мгнери, то есть, короче, маппингов, сурсмапов, да, нет. Вообще, сурсмапы, это даже не стандарт, то есть, это, короче, придумали конкретно веб-паки, все дела для того, чтобы красивый был код в DevTools, это вообще не стандарт. То есть, есть там, короче, какая-то потуга, сурсмапы эти все застандартизировать и заимплементировать их в Rescript, по-моему, а может их, не, вряд ли они появились, по-моему, нет. Но, короче, очень, ну, не то, что проблемно, у тебя есть JavaScript, сгенерированный код, ты дебажишь JavaScript, сгенерированный код, он читабельный, то есть, это не что-то там такое страшное, там переменные твои же, они там же есть, все там, ну, читабельно, но не так уж и удобно. Ну, окей, ну, и так тоже сойдет, главное, что можно. Ну, да. Что по поводу документации? Как тебе документация у Camel? Вот документация стала сильно лучше в последнее время. То есть, вот люди зашли в Camel, некоторые, то есть, вот есть TJ, Prime, они прям начали популяризировать Camel, и появились вот люди, которые прям занимаются сайтом о Camel, и он стал прям сильно лучше. Я вот зашел недавно, ну, как относительно недавно, и увидел, что есть там целый курс, целая книга о Camel Correct, Efficient, and Beautiful. Прям человек, прям написал книгу, записал, по-моему, каждому главе по видео на YouTube, это все можно открыть, почитать, и это действительно уровень, то есть, это действительно уровень. Как это все поддерживать с новыми версиями, это же все изменяется. Не знаю, ну, это, я не смотрел эти видео особо, то есть, но я просто открыл парочку, прям, ну, человек прям объясняет, доступно, удобно, понятно. Ссылочку дашь на канал? Да. И это, эти же ссылки на эту, на эту книгу есть и в официальной документации Camel, ссылки, главы из книги Real World Camel тоже есть в документации, и с документацией стало сильно лучше, раньше она была прям такая, знаешь, вот, в стиле таких матерых девяностых, там, так, минимум, минимум CSS, максимально там все непонятно языком описано, но, как по мне, не очень, ну, скажем так, сложно ее читать по диагонали, она там так вот прям очень, нужно читать прям сверху вниз, то есть, вот, часто бывают проблемы, люди начинают читать, и там вообще ничего не понимают, мой совет, читать именно с первого абсцента, прям вдумчиво читать примеры, потому что там прям, оно все зависит друг от друга, таким языком написано. Есть ли какие-то конференции, на которых можно послушать про Акамл? Вот это очень интересный вопрос, потому что их нет на данный момент. Ты рассказывал про Ассум, что ты выступал про А, это был ВАСум, да, то есть про Акамл на всяких фпшных конференциях, я недавно пожаловался об этом в Твиттере, и так случилось, что оказалось, я не один хотим конференции на Акамле, и есть Сабина, такая девочка в Германии, и вот мы с ней, она прямо занялась организацией митапа в Берлине, он должен быть в сентябре, и я ей помогаю организовывать этот митап, так чуть-чуть помогаю, пока ничего не сделал, но я должен что-то сделать. Может, этот выпуск даже выйдет до митапа, и можно будет сходить с ним. Вот именно, да, я надеюсь. Я постараюсь. В сентябре 24-го, ну на всякий. А уже дата есть прямо. По-моему, Веню уже запровели, но сайта пока нет. Окей, ну ты ссылку скинешь, когда выпуск будет выходить, я думаю, уже будет сайт. Да. По поводу чатов, каких-то мест, где можно найти сообщество Акамелов или Акамлистов? Акамлистов. Акамлистов, не знаю, мы сами можем придумать. Можно русскоязычный, если есть, можно англозичный. про русскоязычных не знаю, есть Дискорд, Акамла, классный Дискорд, там есть все, там можно спросить и про вот эти все, Эси, что я говорил, и про билд-системы, и действительно сообщество открытое. Есть люди, которые прям, вот Леонардо Астера, по-моему, зовут чувак тоже, он прям билдит много всяких библиотечек для Акамла. Вот недавно он сделал, классную фреймворк для сериализации и десериализации, вдохновленный раз, там такой-то. Там в Акамле есть такие же дерайвы, то есть ты просто пишешь структуру, deriving show или там deriving что-то там CRD, и прям прекрасно работает, прям очень удобно, этого прям не хватало. И вот эти все люди, они в этом же в Акамлевском чатике есть, в Дискорде, и они прям отвечают, помогают, если нужно. Я там тоже, кстати, есть. И есть еще караван. Караван? Караван. Ну, камул, верблюды. Караван. Это, короче, такое уже около твичевое, но там тоже комьюнити Акамлистов. А это где? Тоже в Дискорде. То есть там два Дискорд-канала таких есть. За кем из активистов ты бы посоветовал последить, кроме тебя? Я бы сказал Ти Джей, вот он, который, это чувак, который педлит NeoVim, собственно говоря, он, ну, прям много чего делает про Акамлу, он очень популярный стример на Твиче. Ну вот, в принципе... Извините, на Твиче он стримит прям программирование? Да, прям программирование стримит. И очень популярный? И прям популярный, да. Хорош. Прям, по-моему, несколько тысяч онлайнов у него. Офигеть. Да. Сабина? Сабина, да, но она занимается большей документацией, но она тоже Акамл пишет, ну, тоже в Твиттере, да, почему нет, организовывает, много интересных вещей. Как ты думаешь, хорош ли был бы Акамл, хорош ли был бы Акамл для тех, кто хочет изучать как первый язык? Ну смотри, то, что я говорил про университеты, да, про то, что учат действительно людей на Акамле, я не считаю, что это плохо. Но мое личное мнение, что все-таки для меня более важно, чтобы человек... Ну, мне кажется, что важно понять, как работает машина, память, инструкция, ассемблер, вот это вот все. Низкору, я бы за Си топил, на самом деле. Прямо вот так? Да, прям за Си. Потому что, как бы, у Си... Ну, порог входа-то, какой Си? Какой порог входа в Си? В Си простейший язык. Ладно, хорошо, он не прост... Ну, хорошо. Мы говорим про нулевых людей. Да, да. Ну смотри, хорошо. Еще один. Давай я сразу закину все. Во-первых, порог входа, а во-вторых, точнее, почему порог входа? Потому что Си настолько необъятная технология, что, а за что взяться новичку в Си? Чтобы было интересно. А что там необъятное? Там ничего нет под эфотом. Там на Си можно все писать. Можно все писать. Ну смотри, вот это, знаешь, как вот в английском мне нравится, есть слово easy, есть simple. У нас легко и просто, это такие синонимы, да, в русском языке. Вот, а в английском это прям разные значения. Вот пробежать марафон. Это simple или это easy? Скорее simple. Да, это simple. Потому что, ну что, левое, правое, левое, правое, я 40 километров побежал вперед. Но это не easy, ничего. Так вот, я бы сказал, что на Си писать это simple, потому что у тебя практически ничего нет. У тебя нет ни эксепшенов, ни интерфейсов. У тебя есть суперстандартизированный набор вещей для того, чтобы работать с машиной. И понять, как работает машина очень просто с помощью Си. Но писать большие программы, это действительно... То есть, ты топишь за то, что нужно с самого нуля познавать базы. Я не то, чтобы топлю, я не занимаюсь обучением. Изучая Java, например, либо C Sharp, как первый язык, тебе вообще по факту первое время не надо знать, как там память устроена, что там за компиляторы. Ты это потом узнаешь? Почитав Ciliar, или C Sharp, например. Но в целом тебе не надо высокий уровень. Но... Ты сразу идешь и пишешь. Ты можешь этого не узнать. Не, ну, если ты хочешь развиваться, ты когда-то рано или поздно узнаешь. А можешь, не можешь, ты не узнаешь и будешь продолжать там писать код, который будет неэффективный. Ну, то есть, ну, вот, я не знаю, я смотрю сейчас на комьюнити чего скрипта, но люди даже не понимают, ну, ладно, я не люблю вот так вот осуждать людей, ну, что... Ну, давай так, я понял, я понимаю твой пойнт, то есть, тебе хочется, чтобы в программировании люди интересовались больше тем, как это работает. Мне просто кажется, что проще залезть вот в нулевой уровень, когда у тебя нет вот этих вот бешеных абстракций, разобраться в том, как работает машина, и потом на это, мне кажется, я не преподаю ничего, мне кажется, что проще наслаивать вот эти бешеные слои абстракции, и потом залазить на уровень, там, я не знаю, Haskell, Акам, Ладжева, скрипта и куда угодно, потому что у тебя будет базовое понимание, почему вложенный цикл это плохо, почему копировать строки это дороже, чем копировать инты, ну, то есть, просто вот такое базовое понимание, которое у тебя засядет, мне-то кажется. Ну, давай так, скажем, это путь для тех, кто хочет разобраться. Наверное. Ну, просто есть же еще когорты, которые просто хочут влететь, просто влететь, что-то там... Ну, если ты хочешь влететь, то, наверное, JavaScript твой залетел там... Если все-таки вернуться к C, какой бы ты проект, какой PET-проект ты бы посоветовал попробовать сделать новичкам? Или просто изучать синтакси, сочетать теорию? Хотелось бы что-то сразу на практике делать? Ну, смотри, на практике... Да, хороший вопрос. Ну, например, Ардуинку запрограммировать, там обычный луп, в лупе... Вот на Ардуинке прям очень просто, да, ты запрограммируешь... Ну, ты там и сильно низкого уровня вещей не узнаешь по-хорошему. Ну, почему? Ты узнаешь, почему строчки... А, ну, там, да, там ограничили по памяти, в принципе. Спамять проблемы есть. Ну, да, то есть как бы... Ну, в любом случае ты начинаешь, наверное, с чего-то такого простого, типа, там, посчитай площадь треугольника, я не знаю, чего-то такого. Ну, окей. Ну, в принципе, на C можно писать все что угодно. Есть библиотечки, ну, я не знаю, хочешь ты... Есть... Ну, хочешь, например, видео генерировать, вот то, что ты делаешь, это F-Frame, с которыми я занимаюсь. Космос какой-то, ты мне говоришь, я никогда не делал видео, я думаю, что это космос какой-то, вот видишь. Ну, я средний программист, я... Ну, я думаю, ладно, это на самом деле, да, действительно чуть-чуть более сложный экзампл, чем пример для начинающих. Я даже не знаю, честно, я вот... Я никогда себя не видел преподавателем. Я когда-то... Про субъективное мнение мы не преподавали. Я в аутсорсе когда-то преподавал студентам, я такой, нет, мы когда работали в Nix Solutions, я ходили, пары проводили в политех, но это вообще как-то не для меня. Окей, ну, ты первый в этибороде, кто посоветовал первым языком C, так что... Ну, нет, ну, почему? Почему нет? Не знаю, мне кажется, что... То есть, если ты хочешь писать приложение, наверное, все-таки да, стоит залезть на этот уровень абстракции, не надо лезть вот в эти low-level биндинги, там, на вулкан, или чего угодно. Просто, ну, на C ты можешь тоже сделать, там, примитивное окно, что-то нарисовать на окне. И для того, чтобы понять, как работает программирование, мне кажется, C это, ну, хороший язык. А почему не плюсы? Почему именно C? Потому что плюсы тоже следующий уровень абстракции. Да, уровень абстракции. Ты залезаешь в эти классы, в это опы. Тогда почему не в А, не ассемблер? Сразу с регистрами пошел. Кстати, ну, вот, кстати, на ассемблер проще, чем C. Ну, в этом же, вот в том же ключе, о котором я говорю. Simple. Да, но не easy. Да, да, но не easy. Действительно. Проблема в том, что C, то есть, в C тебе есть, короче, есть вот этот баланс. Понятности. Ну, да, то есть, ты как бы взаимодействуешь с поинтерами, взаимодействуешь с такими же, собственно говоря, строками, как они везде есть, с такими же массивами, как они везде есть. В том же акамле, ну, под капотом массивы, это те же самые C-шные массивы. Ты просто, ну, как бы, это то, что C сделала, да, вот эта память и так далее, это все уже во всех языках используется. В ассемблере ты сам себе хозяин, да, то есть здесь уже есть какой-то такой, знаешь, common вот этот вот такой основа, которую ты можешь потом использовать везде. Мне так кажется. Окей. Давай немножко еще про вакансии, может быть, у тебя есть что-то рассказать. Есть, видел ли ты вакансии на акамлистов? Да. Вот, например, то, что я говорил, HRF с компанией, да, она постоянно хайрит людей на акамли. Есть много разных компаний, которые действительно хайрят, в основном, они все во Франции. Я даже как-то раз, я даже, я могу рассказать, историю, как я провалил собеседование на акамли. Давай. короче, это мою самооценку очень сильно подняло, как ни странно. Я пришел в этот еще, там было здание, не знаю, можно ли я это, не подписывал никаких идеев. Было здание, там, короче, нужно сделать simple backend, который дает список стран, и frontend тоже на ResonML, который делает селектор этих стран. И вот я сделал, все отправил, и мне пришел такой фидбэк, что ты слишком сильно запариваешься за чистоту кода, а нам нужен Pixel Perfect Design. И я такой, ребята, ребята, спасибо вам за хороший фидбэк, я не буду больше ничего переделать, они мне предложили переделать вот этот Pixel Perfect сделать там по шаблону фотошопа, а у меня тогда фотошопа не было даже, чтобы открыть этот файлик, я так по картиночке сделал. Ну, я такой, ладно, все. Ну, люди хайрят, то есть, ну, естественно, хорошо. На JavaScript будет 400 тысяч вакансий, а на Acamel будет их 22. Поэтому, как бы, да, обидно. Ну, они будут. Они будут, да, то есть, ты как бы... Кажется, будто бы конкуренции там может быть сильно меньше, но кто пойдет на Acamel, кто пойдет на JavaScript? Это правда, да, это правда. Конкуренции действительно сильно меньше, и компании постоянно хайрят. Пока что, ну, не было такого, что прям, ну, Jane Street, большая компания, корпорация, вот тот же Bloomberg, тот же Ahrefs, они постоянно нанимают людей, там есть много людей, таких энтузиатов, очень много во Франции, именно французов делают. Логично. По вилкам, что можно сказать? Слушай, я понятия не имею. Окей. Ну, скорее всего, я делаю просто ставку на то, что они будут такие же со всеми языками программирования. Мне кажется, что должны быть повыше, честное слово, чем у JavaScript, мне так кажется. Все-таки, все-таки Acamel используется не в основном для таких каких-то вещей надежных, ну, то есть там вот биржи, всякие финансовые, пишут там всякий код на Acamel, это только он, ладно, я не буду это говорить. Я понял. Короче, вот, да, поэтому, как бы, не знаю, мне кажется, что все-таки больше должны даже наплатить, но я вообще не разбираюсь. Окей. Давай еще немножко поговорим про твои опенсос-проекты. Окей, просто хочу, чтобы ты про них рассказал. Ну, и более того, я про тебя узнал через опенсос-проект. Слушай, здорово, опенсос прям работает. причем в разных плоскостях. Я про тебя узнал через Blender, это терминальный поисковик было ее устройство. Да. Давай с него начнем, расскажи, зачем ты его пилил, для чего, на чем. Слушай, я честно не ожидал, что ты через Blender, я думал, что через Adif, я вообще этого не знал. Я про Adif узнал позавчера. Это вообще смешно. Ладно, короче, что, зачем я его написал, я делал, я увлекаюсь IoT, ну, Internet of Things, с маленькими устройствами, делаю всякие штучки, пишу на Rusty всякие прошивки для них, балуюсь там со всякими клавиатурами и так далее. И просто, вот, у меня есть такая небольшая mesh устройства, mesh-система из Bluetooth-устройств, которые я сам написал, и было невыносимо просто их дебажить. Их было просто невыносимо дебажить с помощью встроенных устройств. Там, короче, приложение ужасное, я себе просто написал такой поисковик, ну, то есть, чтобы мне было удобно найти конкретное устройство и посмотреть, что у него там лежит. Все. Почему не было других таких решений? Блин. Их просто не было. Афигеть. Есть приложение на Маке нативное, я пишу код на Маке, называется Bluetooth Utility, но это просто... Звучит ужасно для русскоязычного. Да, Bluetooth. И, короче, ну, это просто приложение, где ты просто постоянно кликаешь. То есть, тебе нужно новое устройство открыть, ты закроешь 500 менюшек, откроешь новое меню, и там у тебя не будет красивого декодинга, то есть, ты прям битый, ну, короче, это было очень неудобно. Я вот себе просто написал то, что мне было... Решало мою проблему в этом отношении, и все. Что по поводу ODIF? ODIF... Как он у тебя родился? Это очень интересный историй. Я работал над Cypress'ом многое, мне очень нравилась технология, и у Cypress'а это фреймворк для тестирования end-to-end, и я большой фанат visual regression testing, то есть, типа, картину, скриншот ты делаешь и сравниваешь скриншот. И в Cypress'е у нас был... Мы использовали несколько вариантов сравнения картинок, и меня просто выбесило, что оно очень долгое, потому что, ну, картинка одна, я прям... У нас был Percy, это, типа, такой сервис, были Pixelmatch, который, кстати, делает Владимир Агафонкин, тоже украинский, там очень много чего, он написал Leaflet, вот он написал этот Pixelmatch, и есть еще один ImageMagic, это такая плюс-плюсная библиотечка, которая вот сравнивает картинки, больше ничего не сравнивает картинки, вот. И меня просто выбесило, что это так долго происходит, я просто не понимал, почему оно так долго работает, и я решил это попытаться оптимизировать. И, собственно говоря, написал Adif, поднял там вот эти ресерчи, которые были за Pixelmatch, за ImageMagic, вытащил то, что у них есть, то, почему я понял, почему оно медленно работает на данный момент, и просто сделал быстрее. почему они не сделали так же? Ну, короче, там целая система, там есть несколько уровней оптимизации у Adif, во-первых, там есть небольшой алгоритмический хак, который я придумал, я этим очень горд, когда ты сравниваешь картинки, ты декодишь, там, короче, картинки декодятся как огромный буфер, и вместо того, чтобы сравнивать постоянно все пиксели один по одному, ты можешь сравнивать чанки, и потом как бы суживать вот этот чанк до момента, где конкретный пиксель сломался, только тогда сравнивать. Что-то типа быстрого поиска. Да, что-то похожее на быстрый поиск, ты как бы такие окна двигаешь, и это позволило алгоритмически ускорить процесс сравнения, потому что в большинстве своем куски, ну, если это не две прям разные картинки, там будут большие куски кода, большие куски данных, которые прям идентичны. Вот. Во-вторых, он написан на Акамбль, но Акамбль там, знаешь, он там для вида, потому что я просто хотел его написать на Акамбль, мне он тогда прям очень сильно нравился, но изначально я использовал Акамбльскую библиотечку для сравнения картинок, для декодинга картинок. Она была написана в 98-м году, я же думаю, ну, классно, такая библиотечка старая, а оказалось, нет, там три раза копируется буфер картинки, и пришел, я тогда написал себе такой тайтл, что the fastest in the world, прям написал, the fastest in the world, а пришел чувак, просто, ну, текст в текст переписал код ногой, оно оказалось быстрее. И мне что-то стало так стыдно, что я такой дурачок. И я... Из-за этой либы, по факту. Из-за этой либы, да, вот картинок. И тогда я прям залез и прям все переписал на C, вот это вот сам, и я там прям жестко переписал на C, мы используем SPNG, который быстрее, чем LIBPNG, который вот в основном используется, он еще быстрее, используем прям лоу-левельные аллокации кода, то есть аккумул там, он из-за... аккумул быстрый язык, там действительно быстрое сравнение. Но когда дело доходит до грабеж-коллектора, это всегда у тебя стоп-ворлды, всегда вот эта чистка мусора, это всегда у тебя ну, да, накладывает свои. Поэтому просто от этого избавился, и он стал прям очень быстрый. То есть прям в 10 раз быстрее, чем Pixelmatch, и еще быстрее. А вот этот ImageMagic, он еще медленнее, чем Pixelmatch, который на ноде написан. Короче, там вообще... Круто, круто. Почти 2000 звезд. Офигеть. Следующий. Cypress Real Events. Ух ты. Я попытался понять, что это такое. Короче, это вообще боль. Это вообще боль целая. Короче, Cypress, это фреймворк для тестирования, но он не кликает никогда по кнопке, по-настоящему. В смысле не кликает? Ну, это же вызвать ивент жеоскриптовый. Да, вызвать, но на самом деле это не так. Дело в том, что есть такой флаг у джаваскриптового, называется isTrusted. Доверенные события. Если ты достанешь элемент джаваскриптовый и сделаешь на нем точка клик, то в этот ивент isTrusted будет false. И некоторые вещи, как бы, что в целях безопасности джаваскрипт не разрешает некоторые вещи делать, когда у тебя нет trusted ивенты. То есть, ты не можешь скопировать что-то в буфер обмена из джаваскрипта. А как сделать trust, когда на сайтах копируешь, нажимаешь, копируешь, у тебя в буфер копируется. Да, потому что ты сделал это руками. То есть, браузер, когда ты, как пользователь, руками делаешь клик, браузер за тебя как бы ставит этот флаг. То есть, там целый список есть. То есть, там аудиоконтекст, например, нельзя, если ты веб-аудио делаешь, то нельзя аудиоконтекст инициализировать, нельзя аудио играть, если пользователь кнопочку не нажал. То есть это сделано в целях безопасности, чтобы не было всяких там malicious штук, которые как-то вредят пользовательскому опыту. И Cypress просто не позволял этого сделать. Он не позволял это никак обойти, потому что там все ивенты вот такие вот симулированные через, собственно, JavaScript. И люди прямо на это ругались. Они прямо, ну, то есть некоторые... Извини, а типа флажок переставить руками нельзя просто втроить? Нет, нельзя, потому что это встроено в движок браузера. Ты можешь это сделать только с помощью специализированного API браузера, да, то есть там дебаггер протокола, который, когда ты там кликнешь через него, он знает, что пользователь это не может... То есть это не как-то подключается к пользователю, ты сам это сделал, поэтому он тебе ставит это в целях тестирования. Но Cypress так не умел, и я просто написал плагинчик, который сделал это в Cypress. А почему ты не вкоммитил это в Core Cypress? Я работал тогда в Cypress. Дело в том, что... Короче, это вообще смешная тема. SEO Cypress, он просто жутко против этого. Все хотят, я не знаю почему, там очень странная история. Команда Cypress... Действительно, я оттуда, в частности, перестал работать с ними, потому что они действительно очень странные какие-то, принимают решения. Они зачем-то пытаются поддерживать новые и новые браузеры. Короче, там какие-то сэшены впихивают. Хотя людям надо кликнуть. Смешное, знаешь, в чем? Cypress для своих тестов использует мою библиотечку. Я тебе клянусь. В пэкэдж, в тестах Cypress используется Cypress Real Events. Они не хотят это в Core засунуть. Блин. Честно, я бы не саппортил, мне надоело уже. Потому что там просто... Люди приходят, они говорят постоянно, Firefox. А почему в Firefox не работает? В Firefox другой протокол. Мне не получится это за имплементом в силу ограничений. Там куча разных проблем вылезает у людей. Это нужно сидеть, разбираться. Я бы не хотел этим заниматься. Я сейчас даже для тестов у себя использую PlayWrite, потому что просто не хочу. Другой фреймарк. Это да, from вообще, по сути, конкуренция Cypress. И последний проект, который я для себя выделил, Date.io. Мы про него уже вскользь сегодня вроде как говорили, да? Ты говорил, что Material.ui. Да. Когда работали, выделали DatePicker. Это что-то оттуда вышедшее? Да, это вот что-то оттуда вышедшее. Короче, давным-давно в JavaScript, да и сейчас то же самое, были воины библиотечек для работы с датами. И люди ходили, ну, то есть я вот написал эти DatePicker, и мы тогда использовали Moment. Это было давно. Moment.js. Moment.js. Он уже мертв, что ли? Да, его задеприкейтили, сказали, не надо использовать. Я его использовал когда-то. Да, я тоже использовал. Он очень большой, такой громоздкий. И приходят люди и говорят, я использую Moment.js, они говорят, Moment.js это такое дерьмо, мы вот хотим DateFNS, перепиши все на DateFNS. Потом приходят люди и говорят, мы хотим Date.io, перепиши все на Date.io. Потом там появился Luxon, перепиши все на Luxon. И, короче, у меня просто возникла идея сделать адаптер, который сингл-интерфейс, и дальше юзер прокидывает свою имплементацию для всего этого прямо в библиотечку. И оно у тебя работает независимо с какой библиотечкой. Удобно. Посадить адаптер. И это, собственно говоря, там звездочек не так много, но там очень много скачиваний. Там, по-моему, 5 миллионов скачиваний в неделю или в месяц. Там прям очень много скачиваний. Какое-то время было больше, чем у Vue. То есть прям очень долгое время. Офигеть. Там прям много дейтпикеров под капотом используют эту штуку. Сколько у тебя времени уходит на то, чтобы это все поддерживать? Это я только выписал, 4 твоей библиотеки, там у тебя их еще есть разных. Ну, не знаю. Как бы вот эти библиотеки, которые ты сейчас озвучил, они такие типа на холде сейчас находятся. Я сейчас работаю над большим фреймворком на Rust, который в бетке. Тоже опенсорсный? Тоже будет опенсорсный, но он в бете. Находится сейчас и там по приглашению. Идея в чем? Генерировать видео на основании кода. Ты пишешь код, а он тебе делает видео. Программа. Так, как? Ты пишешь код, и тебе генерится видео с чем? С тем, что ты написал в коде. Ну, смотри, ты разметки пишешь в браузере, пишешь текст, и у тебя там есть спаны, у тебя что-то рендерится на экранчике. Идея в том, что ты пишешь точно такую же примерно разметку через SVG. Типа ты пишешь SVG, анимируешь его, запускаешь код, то есть у тебя как бы есть какой-то input, да, то есть ты можешь передать какой-то input и сгенерировать видео. Ну, к примеру, можно разные видео на разных языках генерировать, переводы разного видео. Весь текст просто заменить, и оно у тебя срендерится быстро, красиво, удобно. Можно генерировать какие-то разные видео для людей. То есть это популярная тема, то есть если увидел, когда-то был такой тренд GitHub Unwrapped, то есть типа ты просто заходишь, вбиваешь свой никнейм на GitHub, и он тебе видео с красивой статистичкой. Вот что-то такого плана. То есть это просто программа, которая позволяет себе сделать видео, в итоге это фреймворк, который позволяет тебе сделать программу, которая генерирует разного рода видео. Ты по приколу это делаешь или где-то применять будешь? Мне просто очень нравится. Работа с Rust, с видео. Мультимедиа, аудио, визуализация аудио, дрыгающиеся полосочки под видео. Да-да, помним, помним. Не, на самом деле я делал это для подкаста. У меня был подкаст когда-то про open source. Владу привет, кстати. Гусен Даг назывался. Ссылку нам на подкаст. Ну как это не надо? Ну все, ты уже название сказал, его закрыли. Вот. Гусен Даг. И я не люблю подкасты, где нет видео. То есть я вот, ну как бы, вот мы сейчас снимаемся с тобой в видео, а когда нет видео, просто три лица какие-то. Лукавишь, лукавишь. Ты же говорил, что ты подкасты смотришь в фоне в основном. Зачем тебе видео в подкастах слушаешь? Я не знаю, я нет, как бы, в смысле, я, нет. Или не про это речь? Не про это. Есть конкретная проблема. Когда вот подкаст какой-то начнешь слушать, сложно понять, кто говорит. Ну не знаю, для меня, изолировать голоса, вот я не знаю, у меня какая-то проблема. Ну да, особенно когда люди не похожи. Когда ты начинаешь, ну сложно изолировать голоса. И что я хотелось бы, что я хотел сделать для этого подкаста? Три лица и показываются, кто говорит. Просто визуализация аудио идет. Просто такая графичка красивая. Собственно, я для этого сделал этот фреймворк. И столько туда вбухал усилий, что уже хочу закончить и зарелизить его. Это просто уже стыдно. Я уже три года его пишу, столько туда усилий вбухал, уже там оптимизации столько напихал и чуть ли не рендеринг SVG там с нуля написал. Короче, ну уже просто стыдно его не выпустить. Знаешь, будет жалко, столько усилий потерять. Но в целом, ты когда работаешь, человек... А ну, в смысле, там же ж гитхабовские эти... В смысле, я ж на гитхабе у нас код лежит. А, ваш код? Да, тоже на гитхабе. Просто он в приватных репозиториях, он там тоже показывается. Ну все равно, блин, красавчик. Не, ну есть люди, которые по 5000 коммитов, они просто не сквошат ничего, знаешь. Просто тест-тест-тест-тест-тест-тест-тест-тест. Это я. Для чего ты все эти опенсорсы делаешь? Какая у тебя мотивация? Потому что большой вопрос для людей, которые в опенсорс не коммитят, типа, а нафига это все делать? Не, ну смотри, ты меня позвал из-за чего? Из-за опенсорса. Потому что нашел тебя там. Да, меня, все мои работы, кроме первой, я ни разу не ходил на собеседование. Ну вот нет, ходил пару раз, но не вышло. Ну то есть я все свои работы нашел через опенсорс и текущую. То есть... Офигенный профит, неочевидный. То есть действительно, я езжу на конференции, я кайфую, мне интересно. Я как бы делаю какие-то вещи, просто они не выходят, не доходят до опенсорса, какие-то доходят. Мне просто... Ой, на самом деле, знаешь, я сейчас лукавлю. Мне просто... Вот честно, вот скажи честно, вот подписчики на ютубе у тебя вот статистичка. Ну приятно. Ну конечно приятно. Ну приятно. А вот у меня гитхаб-звездочки такие же. Вот ну я, не знаю, я работаю на звездочки. Вот реально, хочу звездочек, дайте звездочек. Накиньте звездочек на все репозитории, ссылки будут в описании. Не, ну просто, ну это по-честному. Вот я просто, мне очень нравится, когда работаю. Ну то есть социальный отклик. Да, изначально начинал, потому что, ну блин, прикольно же, ты приходишь в компанию, говоришь, а у меня есть коммит в React. И я вот там починил такую вещь. А вы используете React. У тебя есть коммит в React? Да, но это, я там втул зачинил, там такое не сильно много. Все равно лучше, чем Redmi. Вот. Или там у меня, или там у меня 2000 коммитов в Material UI. Пригни, кто-то использует Material, а я прихожу, а у меня 2000 коммитов там в Material UI. И что, вы меня не наймете, что ли? Ну вот, вот такая мотивация. Просто себя цену набирать. Ты как какие-то другие бонусы с Open Source своего получал? Ну как, я когда работал на Material UI, я же, по сути, на Open Source жил. То есть мне с Open Collective деньги капали. Ну это, считай, как работа была. Это, считай, была как работа, да. А реально ли монетизировать свой Open Source проект, вот работая на себя, не на компанию? Да, реально, вполне. Как это можно сделать? Нужен большой, хороший Open Source проект, которому будет много бейкеров. Ну то есть у меня в лучшие времена было, по-моему, 300 долларов в месяц капало мне. Солидно. Чисто с поддержки. Но иногда залетает, вот у меня был самый странный момент, ко мне залетел просто чувак на почту, говорит, Дмитрий, мы пользуемся вашим этим, не хотите AirPods Max? Да. Хочу. Прислал? Да. Офигеть. Блин, это приятно. Рандом. 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 Смотри. Я хочу узнать, юзаешь ли ты какие-нибудь E-tools в работе. Ой, хороший вопрос. У меня, как у активного Open Source мембра, GitHub мне пообещал lifetime access в GitHub Copilot. По идее, должен был дать. И дал, да. Потом они сказали, нет, все, мы теперь будем каждый месяц перепроверять, что ты там еще что-то коммитишь, я не знаю. Вы обучили EI на моем коде, а теперь вы каждый месяц проверяете, все еще я коммичу или нет, достоин ли я вашего EI. Ну вот я Copilot использую, да. Насколько активно? Ну как, он всегда что-то подсказывает, а я там уже решаю. Ну для тебя это больше игрушка, он у тебя включен, не включен, это игрушка или не игрушка. Включен, да, включен всегда. Было ли бы тебе комфортно без него жить дальше, программировать? Насколько он въелся к тебе в жизнь? Ну, скажем так, мне нравится... Ты сейчас говоришь про автокомплит. Да, про автокомплит. Не про чат. Нет, я в NeoVim нет чата. Copilot. Нет, есть, короче, я его не устанавливал. Я еще использую Raycast, это для Mac такая штука, и там есть AI, очень удобно, то есть ты прям одной комбинацией, у тебя прям чатик возникает, что-то можно записать, спросить, вот так вот. То есть в Copilot у меня Copilot, там у меня GPT-4, я подписочку... Ну вот вопрос в том, насколько ты чувствуешь, что ты подсел на эту штуку? И подсел ли вообще? Ну, да, я пишу теперь только с ней, и в принципе приятно, когда у тебя... Я замечаю, что в каких-то моментах я прям жду этого автокомплита, чтобы нажать там. Я себе даже таб, у меня просто в лечении такой странной клавиатуры, я себе прям перемапил, чтобы у меня два больших пальца так таб, хоп, красиво. Ну, это красиво, да. Чтобы не там, да хоп, красиво. Так что я теперь табулярщик больше, чем... Что думаешь по поводу ребят, которые и ненавистники, и отрицатели? Боже. Имеют место быть или... Ну, обосновано ли это? Что ты можешь сказать, посоветовать? Ну, я где-то промекнул новость, не знаю, это правда или нет, что какой-то там немецкий профсоюз заблокировал, запретил все эти автокомплиты, чтобы у программистов не лишали работы. Ну, короче, ты из тех, кто... Ну, я не знаю, мне не кажется, что это прям... Ну, ладно, вот у меня недавно была проблема, я хотел... У меня есть же этот GitHub Copilot Chat, и я подумал, что он прям... Ну, раз у него есть прям доступ к моему этому, спрошу-ка я у него. У меня есть проектик, который я форкаю, и у него там по всему проекту распиханы некие структуры. Найди мне все подобные структуры и соедини их все в одном месте. Просто вот найди и соедини... Он не уможет так. Ну, это потому, что у него контекст работает только Visual Studio Code через агенты. То есть только в открытом файлике, да, получается? Не-не-не-не, в смысле внутри Visual Studio Code есть такая штука, как... Я не помню, они агенты, не агенты называются, а директории, по-моему, через собаку вызываем. И вот когда ты вызываешь собаку в Workspace... Да, вот так вот я сделал. А, ты... Сделал. Он не нашел, не справился с задачей. Странно. У меня Workspace нормально работает. Ну, такими не сильно большими проектами нормально. Ну, вот у меня было просто... Я очень расстроился, потому что очень потом долго заняло вот это вот поиск, и... То есть я хотел, чтобы найти все и конкретно добавить один drive. То есть прям конкретно одну строчку добавить ко всем им, а потом пришлось руками это все искать. Они и довольно подобные, но искать их пришлось вручную переделывать, короче, неудобно. И к чему я это говорю? К тому, что мне кажется, что все-таки это... Это не то, чтобы прям, знаешь, вот эти вот девины прям заменят программисты. Это девин, это вообще собачья фигня, которую маркетинг раздули. Ну, вот мне просто... Ну, они же раздули его в эту сторону. Мне не кажется, что на данный момент... Мне кажется, что это больше как... Ну, знаешь, в какой-то момент был такой этот, что вимеры, они такие все... Нет, нам не нужен LSP, мы true такие вот прям... Мы весь код компилируем в голове. Это единственный правильный путь. Ну, мне кажется, что очевидно сейчас, что они устарели. Да, потому что Vim пришел на LSP и так далее. Это просто следующий шаг эволюции. Ну, это просто, да, следующий шаг. Ну, подождем GPT-5, там Сэм Альтман говорит, что GPT-5 прям перевернет мир программирования. Посмотрим. Да, страшно. Следующий вопрос связан с предыдущим. Сейчас мы поймем, как он связан. Ты любитель ТДД, да? Да, я часто пользуюсь ТДД. Ну, прям в работе все. Прям пишу, да, код тестать сначала. Отсюда у меня вопрос. Используешь ли ТДД в связке с искусственным интеллектом? Объясню, почему. У меня навязчиво... Я по ТДД писал там исключительно для того, чтобы понять, что такое ТДД в свое время, не прижилось, к сожалению. Ну, блин, на кровавых интерпрайзах сложно по ТДД перейти сразу. И у меня что-то в голове щелкнуло, что если ты будешь по ТДД охерачивать классные тесты, то ты же потом можешь просто вот тому же GitHub-капайлу, который контекст хотя бы файла понимает, сказать, чувак, а теперь по этим тестам напиши мне код рабочий. И все, тебе не надо писать код. Да, это помогает. То есть я пишу, короче, как тест разделать? Я вообще большой фанат end-to-end тестирования. То есть основную часть тестов я пишу end-to-end. То есть я захожу там в Playwright, в Cypress, естественно, такое. Я пишу там тесты на большие события, как должно быть. И дальше постараюсь как-то в коде это реализовать. Не всегда прям с нуля с фичами это работает. Я не всегда прям с нуля, но с багами всегда это так стараюсь делать. В этом случае там совсем разные контексты, и Copilot не понимает этого. Но когда есть у тебя вот в Rust очень удобно у тебя тесты, они прям в одном файлике лежат. Прям в этом же файлике у тебя прям тесты лежат. И действительно можно написать несколько тест-кейсов. И я использую это не так. Я скорее тест-кейсы пишу, а потом просто в чат закидываю, и он мне что-то с начальную функцию сгенерировал, а дальше уже можно с ней поработать. Вот это действительно бывает полезно. То есть когда там какие-то алгоритмические вещи, ну там типа, я не знаю, дерево переверни мне, я хочу какой-то есть input, какой-то есть output, хочу получить из input output, из этого это, а потом нужно как-то это все заимплементировать, а имплементировать лей. Можно так сделать. Вот если то, про что мы сейчас говорили, было тебе непонятно, если ты не знаешь, что такое LLM-ки, диффузионки, ты не знаешь, что такое fine-tuning, конфиренс, тебе неизвестны термины лангчейнов, рагов, ламы индексов и всего такого, то тебе в клуб эволюция кода. Если ты знаешь все это, и тебе не хватает места, где бы ты мог пообщаться с единомышленниками, поделиться опытом, либо задать вопрос, то тебе тоже в клуб эволюция кода. Если ты все еще не знаешь, что это за клуб, то рассказывай быстренько. Это клуб, закрытый, в Телеграме, который я создал три месяца назад, для того, чтобы всем вместе обучаться использованию итулзов в программировании, а также использованию и фреймворков в своей работе. За три месяца я уже успел сделать здоровенную тучу контента. Это и обучалки, и текстовые материалы, и воркшопы, и интервью с лидерами мнений, и лидерами сферы, а также это клубные созвоны, на которых мы обсуждаем, куда в целом идет индустрия. Каждую неделю какая-то активность, каждую неделю расширение твоих познаний в области AI-программирования. Также я делаю новостные подворки еженедельно, буквально по 15-20 минут, где обозреваю все самые актуальные, самые полезные новости на рубеже AI и программирования. Ну и сообщество из 160, уже даже больше, чем 160 человек, в котором можно обсудить свои проблемы, обсудить вопросы, поделиться опытом, и в целом найти полезные контакты для собственного роста, ну и для прокачки в программировании AI. В общем, если сомневаешься, то не надо в эволюцию кода. Этот клуб закрытый, этот клуб для тех ребят, которые созрели, для тех ребят, которые не отрицают приход AI, для тех ребят, которые готовы прокачиваться. Если думаешь, что оно мачется на тебя, то жду тебя в эволюцию кода. Стоит это 8 долларов в месяц, подписка буквально за цену твоего обеда, так что не обеднеешь, зато новых знаний получишь уйму. За эти три месяца я получил просто большущее количество офигенных отзывов, и по всем воркшопам, которые мы делали, например, по курсору, мы сделали воркшоп еще задолго до того, как начался весь этот хайп вокруг курсора. В общем, клуб движется вперед семимильными шагами, мне очень нравится то, как он развивается. Я получаю огромный кайф от того, какие люди туда приходят, и если тебе не хватает знаний, общения с единомышленниками, то жду тебя в клубе эволюция кода. До встречи. Какой, на твой взгляд, перспективный, скажем, топ-3 языков программирования в 2004 году и почему? Ух ты, хороший вопрос. Да, перспективный сложный, наверное, любимые для тебя языки. А любимые для меня? Ну, как бы тут легко, тут легко, это... Сирастая камера. Сирастая, ну, ничего нового. А перспективная? В каком смысле? В том смысле, что они могут выстрелить по качественному и количественному применению в этом, либо в следующем году. Прям выстрелить? Прям выстрелить. То есть, не обязательно, чтобы они прямо сейчас популярные были, это может быть что-то совсем новое. Ну, вот мне нравится Zik, у него есть интересные, тоже лоу-довольные вещи. С названием-то, конечно. Ну, почему? Кто знал? Ну, да. Zik, у него интересные вещи есть там, да, которые прям красиво. Из таких новых... Вот сейчас буквально на днях появился новый язык, называется Glim. О, я про него читал вчера. Да, вот он тоже интересный. То есть, он вздохновлен Rustом, вдохновлен там и Акамлом. Я когда у них на документации сидел, мне показалось, что это, извините, без стереотипов блондинка делал. Ну, она так выглядит, так красивенько, такой фиолетовенько. Ну, она так и называется. Фиолетовенькая, да, и название. Ну, да. Ну, как бы вот, почему нет? Ну, я не знаю. Я как бы, с точки зрения языкам нужно долгое время. Я не думаю, что прям все бросятся переписывать на... Ну, раз относительно быстро стрельнул. Ну, 13-й год все-таки. Сколько? 10 лет. Последние вопросы. Уже стандартные у меня. Наверное, ты их слышал не раз. Кем бы ты был, если бы в мире не было электричества? Электричество. Электричество. Ух ты, нет, не слышал. Это прям жестко. Хороший вопрос. Слушай, ну, я не знаю. Как-то, ух ты. Просто все мое... Все мое... Все мое увлечение как-то связано... Я бы, наверное, электричество изобретал бы. В теми силами. Потому что все, что мне интересно, каким-то образом связано с электричеством. И последний на сегодня вопрос. О чем ты мечтаешь? Ой, мечтаю. Слушай, я, наверное, мечтаю сейчас. Мечтаю. Вот прям мечта. Такая, знаешь, несбытная. Это какое-то, наверное, такое ощущение... Об ощущении безопасности и надежности в жизни. Потому что как-то мне этого в последнее время очень сильно не хватает. И я довольно эгоистичный человек. Очень мечтаю для себя. Не для других. Хотя тоже, конечно, хотелось бы, чтобы это все... Вот эти кошмары, эти все войны закончились. Чтобы было проще. Но то, о чем мне прям лично не хватает, это прям чувство надежности. Знаешь, что ты знаешь, что завтра будет так же, как сегодня, что будет у меня там... Семья моя будет в порядке, что будет там у меня где жить, будет у меня все хорошо. Такого нет. Надеюсь, скоро появится. Да. Спасибо. Тебе спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok